Часть третья Люсьен шел по затемненному городу. Походка была необычной. Он как будто ощупывал враждебную землю. Моросил дождик. Синие лампочки таинственно просвечивались среди черной листвы платанов. Люсьен злился. Еще позавчера он думал, что войны не будет. Просто отец подготавляет очередной министерский кризис. И вот вам сюрприз. Рассказывает, что на линии Мажино уже стреляет. Завтра вечером Люсьен должен явиться на призывной пункт. За что он будет сражаться? За дека, за человеческое достоинство, как сказал папаша. Могут убить. Но страшнее другое. Окопы, рогонь капрала, переходы по сорок километров. Скучно. И Люсьен громко зевнул. Его окликнула женщина. Хочешь бай-бай? Он засмеялся. Эти не теряют времени. На углу стояли проститутки с противогазами. Люсьен сказал. Значит, на боевом посту. Одна из женщин выругалась. Люсьен увидал за шторами свет. Зашел в бар. Там было людно. Пили, кричали. Заплаканная хозяйка чокала с посетителями. Ваш сегодня уехал. Владелец зеленой пил ром и бушевал. Нет, вы мне скажите, кому она нужна, эта война? Наплевать мне на поляков. Люсьен не вмешивался в разговор. Молча пил и злился. Потом пошел к Дженни. Простится и заодно возьмет несколько тысяч. Завтра он будет весь день пить. Да и с собой нужно прихватить тысяченку. Не сидеть же на солдатской баланде. Дженни его встретила грустная, но восторженная. Все ей казалось необычайным. Люсьен будет защищать свободу, а Париж разрушен. Погибнет Лувр. Она обнимала его и говорила. Весь мир должен выступить. Я купил у тебя теплые вещи. Увидев меховой жилет, Люсьен фыркнул. Это, милая моя, для офицера. А я солдат второго ранга. И потом теперь сентябрь. До зимы все кончится. Люсьен, у тебя есть противогаз? Они, наверное, сегодня прилетят. Я ходила за противогазом, но иностранцам не дают. В аптеке мне продали какую-то жидкость. Сказали, когда пустят газы, смочить этим носовой платок. Видишь? Бутылочка очаровательная. Чем не духи, молене? Вообще, да здравствует изящная жизнь. Я надеюсь, что и вши в окопах будут элегантными. Он фальшиво запел «Париж остается Парижем». Женни зажало уши. Потом она стала серьезной. Люсьен, скажи, тебе страшно? Нет, противно. Но ведь правда на нашей стороне. Он недаром опрокинул в баре четыре рюмки. Как он смеялся. Его неизменно белое лицо зарумянилось. Правда? Погоди, сейчас я тебе все объясню. Он сорвал с постели кружевное покрывало, накинул его на плечи, наголову надел шляпу Дженни, сложил руки и забормотал. Дети мои, святой дух снизошел на Боннейтеса. Мы придем на помощь великому ученику Беку. Этот бессребренник сподобился узреть богоматерь в чешском городе Тешине. А в Беловежской пуще он постился вместе со святым Себастьяном в миру, именуемым маршалом Герингом. А теперь Вильдзеву хочет отнять у Бека Данцик. Трепещите, нечистивцы, Пуэль Теса идет освобождать гроб Господень. «Аминь!» Дженни растерялась. «О каком Беке?» — говорил Люсьен. «И где этот Тешин?» Она не читала газет, не разбиралась в политике. Но за гаерством Люсьена она почувствовала тоцку. Молча они выпили кофе. Наконец Дженни робко спросила. «Значит, неправда, что война за свободу?» «За какую свободу?» «Не знаю, за свободу вообще?» «Ну, писать в газетах, что хочешь». Он зевнул. «Желё вчера был красным, сегодня он белоснежка, завтра станет густофиолетовым». «Скучно!» Она задумалась. Потом наивно сказала. «Тогда нужно устроить революцию». Люсьен рассердился. Сколько он терзался над этим словом. Дом культуры, статьи, книги, ссоры с отцом. И вот какая-то американочка ему подносит устроить революцию. «Устраивайте у себя!» «Мы четыре раза устраивались, меня хватит!» «Ладно, раздевайся, я хочу спать». Его разбудил крик сирены. Дженни тряслась, ее руки не попадали в широкие рукава пеньюара, а он повернулся на другой бок. «К черту!» Напрасно Дженни умоляла его спуститься в подвал. Наконец постучали в дверь. «Сходите!» «К черту!» «Я начальник противовоздушной обороны!» Пришлось сойти. В погребе было жарко, тесно. Мужчины в полосатых пижамах, растрепанные полуголой женщиной, небритый субъект, называвший себя начальником, покрикивал «Соблюдать тишину и приготовить противогазы!» По его команде старенькая консьержка стала зачем-то поливать стены водой. Женщина, прижав к себе детей, всхлипывала. Говорили, будто бомба упала на соседнюю улицу. Дженни держала флакон с таинственной жидкостью и кружевной платочек. У одной женщины были красивые плечи. Люсьен загляделся, растолкав других, стал с ней рядом. Красавица отодвинулась, Люсьен злобно пробурчал. «Теперь, сударыня, время военное». Глаза Дженни были мокрыми от ревности, от страха, от предстоящей разлуки. А Люсьен все зевал и зевал. Так ему и не удалось выспаться. Утром он вышел сонный, злой. В подъезде скандалила женщина. У нее магазин вина, а погреб хотят отобрать под какое-то бомбоубежище. Я пойду к министру. Они все время кричат, что Франция должна быть сильной. Зачем же бить по коммерции? Я не очищу погреба. Вы меня слышите? Вы перейдете через мой труп. Люсьен приподнял измятую шляпу. «Великолепно! Вы достойны лучших героини Рассина. К оружию, граждане, но и балаган». Каждую ночь парижане просыпались от рева сирен. Какие-то люди рассказывали, будто видели разрушенные дома. Но тысал смехался. «Простая предосторожность. Стоит немцам перелететь к границе, как мы даем тревогу. Это приучает Париж к идее самопожертвования». Многие предпочли покинуть беспокойную столицу. Богатые кварталы опустили. Зато ожили курорты Нормандии и Британии. Запасные ехали на восток, а рассудительные буржуа на запад. Монтенье отправил семью в Авернь. Идеальное место. На 100 километров ни одного завода. Обеспечив мир домашним, он приступил к другому, более сложному делу. Начал переправлять капиталы в Америку. Узнав об этом, Дюкан написал статью «Плохой француз». Цензура статью запретила. Два белых столбца в газете были украшены изображением ножниц. О нападках Дюкана рассказали Монтенье. Тот возмутился. «Скажите, пожалуйста, Дантон, я хочу сберечь то, что принадлежит мне, и только мне. Кажется, Франция ничего не выиграет, если я разорюсь». Пуалет решила уехать к тетке в Морван. Боялась газов. «Ты совсполошился. В такое время остаться без женской ласки? Ты хочешь бросить меня одного?» Пуаль, я не героиня. «Тебе нечего бояться. Сюда они не прилетят. Это молчаливый уговор. Если они тронут Париж, мы начнем бомбить Берлин, а это им невыгодно». Пуалет заплакал. «Зачем вы затеяли эту войну?» «Я?» — голос Теса задрожал от обиды. «Как ты могла такое сказать? Ты знаешь, что я хотел одного — сохранить мир. Но что же мы могли сделать? Они полезли на стену». Пуалет продолжал плакать. «Зачем убивали людей?» «Никого они убивают. Воюют поляки. В конечном счете, это их дело. Данцик, не Страсбург. Понятно, на линии Мажино могут быть случайные жертвы. Но сколько погибает в мирное время от автомобильных катастроф? Пойми, кошечка, теперь все изменилось. Нельзя рассуждать по старинке. Это не война в прежнем смысле слова. У нас линия Мажино. У них линия Зигфрида. Никто не может продвинуться вперед хотя бы на один километр. Значит, мы будем сидеть друг против друга и таращить глаза». Покойная Амали в таких случаях говорила, «Как фарфоровые собачки на этажерке. Поляки защищаются великолепно. Я всегда говорил, рыцарский народ, они продержатся до весны. Может быть и дольше. За это время мы хорошенько вооружимся. А тогда можно будет договориться с немцами. Ты видишь, что тебе нечего бояться. Все это ужасно, когда я выхожу на темную улицу. И ночью сирены. Заплаканная она показалась писающе привлекательней. Он прижал к ее груди свою маленькую птичью головку. «Кошечка, не уезжай. Я очень измучен. Ты не можешь себе представить, сколько у меня работы. Ведь ближайшие недели будут решающими». «А ты сказал, что ничего не будет». Он засмеялся. «Глупенькая. Конечно, ничего не будет. Я говорю о внутренних делах. Большинство в палате обеспечен. Но ты понимаешь, что значит ликвидировать коммунистов. Это не простая полицейская операция. Это настоящая компания большого стиля. Здесь нужен Наполеон. Но мы их уничтожим». Его лицо окаменело. Ему казалось, что он показывает пример гражданской добродетели. Кто знает, как он любил Денис. Но она пошла с врагами Франции. И он вырвал из сердца отцовские чувства. «И вдруг ты сахихикнул. Я тебе сейчас расскажу. Это очень смешно. Догадайся, что мне предстоит завтра. Никогда не догадайся. Я должен представлять правительство на торжественной мессе. Ты видишь меня к колено преклоненным. Ну, разве не смешно?» Но Палет продолжала плакать. «С детских лет ты сани бывал в церкви. Он ненавидел все, связанное с религией. Желая высмеять, кого-нибудь говорил, «Воняет ладаном». Освященников называл «черными воронами», чем в свое время немало огорчал Амали. Он думал, что в церковь ходят только старухи, и удивлялся, увидав среди молящихся мужчин, даже военных, полумрак, свечи, как над гробом Амали. Им овладела грусть. Тонкие голоса певчих и лучи солнца, процеженные сквозь темно-фиолетовые стекла, говорили о потерянном рае. Тыса теперь понимал этот язык. У него отобрали Амали, детей, покой. Конечно, все эти обряды предрассудки, но иногда приятно уйти от мелких дрязг, забыться. Он поглядел на толстого епископа. Красные жилки, а глаза печальные и умные. Наверное, и у епископа свои заботы. Надо ладить с папой, с кардиналами, паствой. Жизнь — это политика. А потом конец, восковые свечи. Зазвенел колокольчик. Все опустились на колени. Тыса про себя усмехался, как в театре, но покорно согнул колени и потом поднялся вместе с другими. Надоело! Тыса едва сдерживал судорожную зевоту. И вдруг оживился. Направо стояла молодая женщина в длинном черном платье с большим выпуклым лбом и тонкими, но яркими губами. Тыса подумал, флорентийка, портрет бронзино. А такие бывают страстными. Очень страстными. Почувствовал на себе жесткий взгляд бретейля. Тыса вздрогнул, зашевелил губами, как будто молится. Дураки думают, что роль бретейля кончена. Он ведь стоял за сближение с Германией. Но тыса понимает, что будущее принадлежит бретейлю. Все проклинают народный фронт, значит правительственное большинство будет перемещаться направо. И потом война не навеки. А кто сможет договориться с Гитлером, если не бретейль? Да, с этим изуверам нужно ладить. Звуки органа снова навели на тесса тоску. Ничего не скажешь, играют красиво. В семнадцатом году случилась катастрофа. Снаряд Берты попал в церковь. Было очень много жертв. Вдруг сейчас упадет бомба? Нет, не может быть. Они попоятся начать. Воевать никому неохота. Говорят откровенно, поляки дикари. Немцы ведут в Польшу колониальную войну, а французов они уважают. Жалко, что не договорились. Муссолини, наверное, помирил бы всех. Растерялись. И вот война. Гомелен придумал какую-то операцию в лесу. А там мины. Они зря убивают людей. Могут убить и Люсьена. Конечно, тесса устроил бы его в штабе. Но шалопа исчез. Его теперь не найти. Грустно это. Да и все грустно. Когда же они кончат играть? Вот генерал Девесе. Как он усердно молится. А говорили, что он приятель фуже, красный. Смешно. Командующий армией и кладет поклоны, как деревенская бабка. Неужели он верит в непорочное зачатие? Впрочем, пускай. Лучше, чем вводится с фуже. Служба кончилась. После церковного мрака тесса наслаждался ярким осенним днем. Каштаны были в золоте. На Елисейских полях, как водяная зыбь, дрожали солнечные пятна. Женщины выглядели особенно нарядными. В предвидении бомбардировок обыватели наклеили на оконные стекла полоски бумаги. Получались затейливые узоры. Тесса усмехнулся. Вот вам новый декоративный стиль. Наступил октябрь. Зарядили дожди. Тесса в кулуарах парламента кричал. Я всегда говорил, что поляки не продержатся и месяца. Это воры и пропойцы. Но мы ничего не потеряли. Наоборот, Гитлер убаюкивал немцев победами на Востоке. Теперь они почувствуют, что такое линия Можино. 14 июля мы будем танцевать всю ночь на освещенных улицах. Увидите! С неба падали не бомбы, а листовки. И фешенебельные кварталы ожили. Монтеньи выписал семью. Зачем мокнуть под дождями в глухом поместье? Жена Монтеньи ворчала, не могла примириться с продовольственными ограничениями. Бог знает, что такое. Какое дело правительство до кухни? Неизвестно, что заказать на обед. В понедельник нельзя получить бараньих котлет. Во вторник запрещено продавать ростбиф. В среду не делает пирожных. Это издевательство. На несколько дней исчез кофе. Госпожа Монтеньи обезумела. Я была у Корселя, у Кардама, нигде. И подумать, что это из-за поляков. Я убеждена, что англичане пьют свой чай. Они себе ни в чем не отказывают. Виноват Даладье. Это ничтожество, репетитор, а не премьер. Кофе вскоре привезли. И госпожа Монтеньи несколько успокоилась. Дела шли прекрасно. Близость смерти даже с купцов сделала расточительными. В ресторанах нельзя было найти свободный столик. Ателье Мот работали как никогда. Дамские шляпки напоминали головные уборы солдат. В витринах были выставлены брошки танки. Пудреницы с английскими флагами. Амулеты и шелковые платочки, украшенные надписью «Он где-то во Франции». «Где-то во Франции» стало формулой, заменив скучную букву «Н». Газеты сообщили вчера, где-то во Франции генерал Сикорский принял парад. А под окнами гнусарил бродячий певец. «Где-то во Франции» вспомнил обзанье. Говорили, что солдаты скучают. Собирали для них патефоны, футбольные мячи, игральные карты, домино, полицейские романы. Любящие жены посылали офицерам жилеты из шерсти ламы, наполеоновский коньяк, консервы, изготовленные лучшими поварами столицы. На банкете иностранной прессы Песа заявил, «Расскажите всему миру, что мы живем по-старому. Грохоту пушек мы противопоставили слова песни «Париж остается Парижем». Думали, что война принесет с собой грусть и лишение. Но осенний сезон начался блистательно. Премьеры, рауты, выставки, благотворительные аукционы. И везде можно было встретить балование судьбы Гранделя. Без него не обходился ни один прием. В первые дни войны Грандель потребовал, чтобы его отправили на фронт. «Я хочу сражаться!» Депутаты запротестовали. «Здесь вы будете куда полезней!» Популярность Гранделя настолько возросла, что когда Дюкан попробовал было напомнить о пропавшем документе, все возмутились. «Не разбивайте национального единения личными дрязгами!» Грандель не скрывал, что до последней минуты стоял за компромисс. Первого сентября вечером еще можно было все предотвратить. Боне говорил по телефону с графом Чиану. «Я настаивал на встрече четырех премьеров. Меня поддерживали депутаты нашей группы. Но события разворачивались слишком быстро. История установит вину каждого. А теперь не время спорить. Поскольку война объявлена, надо ее выиграть». Война освободила Гранделя. Карты в колоде оказались перетасованными. Он готов был сражаться. Когда он говорил «нужно победить», в его голосе слышалось подлинное волнение. Депутаты восхищались патриотизмом Гранделя. Промышленники называли его «трезвой головой». А светские дамы были в него влюблены. «Красавец!» Говорит так, что хочется плакать. И за спокойствием чувствуется настоящая страсть. Даже Братейли заклебался. Уж не стал ли он жертвой мистификации. Он поверил в Люсьена, которая обожает дешевую романтику. А Грандель ведет себя безупречно. Для Братейля война была драмой. Он пытался продумать все до конца и не мог. Иногда говорил себе «нужно выиграть войну». И тотчас усмехался. Ее нельзя выиграть, пока у власти шайка депутатов. Да и что принесет Франции победа? Распустить парламент? Посадить под замок болтунов? Может быть, огонь противника переплавит Францию? Виски Гранделя побелели. Глаза стали печальными. Братейль, глядя на него, думал «терзается, как я». И Братейль первый пожал руку Гранделя, когда они остались наедине. Забудем прошлое. Никто не знал ни о размолвке между Братейлем и Гранделем, длившейся свыше годы, ни об их примирении. Для депутатов и для страны они оставались единомышленниками, друзьями. Всем казалось естественным, что Братейль выдвинул Гранделя на ответственный пост, предложив доверить ему руководство военной промышленностью. Братейль помнил, с каким трудом он добился от Тесса реабилитации Гранделя. Он и теперь ждал сопротивления. Но Тесса было не до воспоминаний. История с документом, похищенным Люсьеном, представлялась ему далекой и неинтересной. Кто заподозрил Гранделя? Фуже Дюкан. Фуже исключили из радикальной фракции. Во время московских переговоров он стал обличать Чемберлена и чуть было не поссорил Париж с Лондоном. А Дюкан витействует. Этот Зарико вообразил себя Гамбеттой. Восстановил против себя всех. Виар назвал его шовинистом, пропавшим Нафталином. А Братейль подал на него в суд за дефамацию. Нет, враги Гранделя не заслуживают доверия. Притом надо смотреть на вещи трезво. Гранделя ненавидит коммунистов. Он вертелся среди них, знает среду. В представлении толпы это левый, любит обличать 200 семейств, написал брошюру против американской олигархии. А военная промышленность — тот фронт, на котором придется дать коммунистам генеральное сражение. Пускай Грандель сажает в тюрьму, проводит удлинение рабочей недели, снижает ставки. Если он перегнет палку, будут ругать его, а Тесса и радикалы останутся незапятнанными. Еще недавно Бретель говорил Тесса, что не выдал бы своей дочке за Гранделя. Оба забыли об этом разговоре. Теперь война, надо подняться над партийными раздорами. И Тесса сказал, что же я одобряю твой выбор. Крупные промышленники, за исключением Дессера, поддержали кандидатуру Гранделя. Монтеньи кричал, он, по крайней мере, наведет порядок. Как можно воевать, когда в тылу анархия? Рабочие ничем не хотят поступиться. Словами их не убедишь. Здесь нужен кулак. Во главе союза промышленников стоял Меже. Он также покровительствовал Гранделю. Дюкан как-то заявил, что Меже продолжает поставлять немцам баксид через Швейцарию. Тот ответил, что это клевета, но у меня есть программа. Его программа была проста. Воевать нужно не с Берлином, а с Москвой. Коньком Меже был крестовый поход против третьего интернационала. Когда Тесса попробовал возразить, увы, воюем-то мы против Германии, Меже многозначительно ответил, погодите, это только первый акт. После объявления войны он съездил в Мадрид. Говорили, будто он там встречался с германским послом. Только Дессер рассердился, узнав о назначении Гранделя. Здесь нужен техник, специалист, а не политический интриган. Но положение Дессера за последний год сильно пошатнулось. В финансовых кругах рассказывали о его неудачных спекуляциях. Депутаты считали, что Дессер остался в дураках, поддерживал Народный фронт, хотел предотвратить войну резолюциями леги наций Бретель Астрил. Пожарный с дамским пульверизатором. Даже Тесса теперь относится к Дессеру как к неудачнику. Прошел месяц. Грандель показал себя неутомимым работником. Каждый день он встречался с Бретелем, советовался, докладывал. Грандель говорил, коммунисты, Дессер — это адгиевы конюшни. Прежде чем начать, нужно чистить, чистить и чистить. На заводе Сен осталось трети рабочих. Дессер решил объясниться. Возмущенно он вошел в кабинет Гранделя, держал в руках шляпу и палку с большим набалдашником, говоря, помахивал палкой. А Грандель улыбался, листал бумаги на столе. Он наслаждался положением. Еще недавно всесильный Дессер, покровитель Бриана и Бонкура, сидит перед ним, как ходатай. Дессер задыхался. Он был болен, знал, что болезнь тяжелая, не лечился, пил. Его личная жизнь была запущена и унылой, как его дела. Печальные свидания с Жанет, полные жалости и тревоги, одинокие ночи в загородном домике, мысли о смерти. Он боялся умереть, хотел преодолеть, страхи не мог. Видел, как страна идет к разгрому и мучился от своего бессилия. Еще недавно он чувствовал себя всемогущим, а теперь он оказался выброшенным из игры. Его вежливо выслушивали, но никто его не слушал. Он стал вдовствующей императрицей, биржевым академиком, осколком идиллических времен. Слушали глупого крикуна Монтиньи, Меже, способного за несколько миллионов продать родную мать, других, но только не ДСР. Он сказал Гранделю, «Как вы хотите, чтобы я сдал в ноябре заказы, когда у меня не осталось рабочих? Войны еще нет, а все квалифицированные рабочие на фронте. Это печально, но я не вижу другого выхода. Мы не можем поставить рабочих в привилегированное положение. Наша страна земледельческая. Что скажут крестьяне? Они должны умирать, пока рабочие зарабатывают вдвое. Нельзя выиграть войну, пренебрегая элементарной справедливостью. А сорокалетние? Эти не на фронте. Механики моют стекла в казармах. Мы не можем выделить рабочих. Я вас спрашиваю, нужны вам моторы или нет? Интересно, как вы собираетесь воевать без авиации? А если вам нужны моторы, верните рабочих. Вчера на заводе Сен снова арестовали 200 человек. Проказу не лечат бальзамом. Мы теперь расплачиваемся за времена Народного фронта. При чем тут Народный фронт? ДСР махал палкой, будто собирался ударить Гранделя. И потом выпрошил в палату как кандидат Народного фронта. Насколько я помню, господин ДСР, вы не пожалели денег, чтобы обеспечить победу Народного фронта. ДСР посмотрел на Гранделя. Красивое лицо с тонкими бровями, с точеным носом, с холодной еле заметной улыбкой, еще больше его разозлило. Я тоже помню, все помню. И Бумажков уже. Гранделя не изменился в лице. Все так же улыбаясь, он сказал, во время войны дуэли неуместны, поэтому попрошу вас удалиться. Уходя, ДСР уронил шляпу, закашлялся, а Грандель делал вид, что читает рапорт. Вечером у Гранделя был прием. На приглашениях стояло ужин солдата. Гостям подали сальми из фазана на грубых оловянных тарелках. Превосходные оспи с де бон пили из жестяных кружек. Принимала муж. После разрыва с Люсьеном она долго хворала, ездила в Альпы. Она все еще была красива, но теперь это было прелестью раннего увядания. В каждом жесте сказывались грусть и болезнь. Когда все разошлись, Грандель снял смокинг, жилет. На ослепительно белой рубашке выделялись тонкие черные помочи. Он сказал жене, «За тобой, кажется, ухаживал полковник Моро. Это крупная фигура. Я не удивлюсь, если он кончит начальником штаба». Он зевнул, устал за день, снял аккуратно брюки и вдруг сказал, «А все-таки мы победим». Муж не вмешивалась в его дела. Она даже не вспоминала про злополучное письмо. Последнее объяснение с Люсьеном ее опустошило. Война, разговоры о линии мужиной, бомбардировках, карьера мужа. Все это было туманной проекцией на крохотном экране. Но теперь неожиданно для себя она спросила, «Кто мы?» Она сразу поняла, что сказала бестактность, отвернулась, ожидая оскорбления. Грандель спокойно ответил, «Мы?» «Французы?» Он был игроком. Вся жизнь его напоминала сдержанный шепот, проглоченные вскрики вокруг зеленого сукна. Так было в те страшные месяцы, когда он наделал столько глупостей, чуть было не погубил себя. Он проиграл 80 тысяч, выручил его вернон. Пришлось встретиться с Кельманом, доставать для немцев документы. Впрочем, зачем об этом вспоминать? Он дорвался до крупной партии. Он говорил себе, «Мы победим», но в точности не знал, о какой победе думает. Сказал вслух, муж или себе, «Глупый вопрос. Дураки хотят переспорить судьбу. Это как с рулеткой. Они ставят на тот же номер. А надо менять, почувствовать, где счастье, пойти ему навстречу». В этом весь фокус. Даже Монтиньи ворчал. «Одно дело арестовывать коммунистов, другое посылать стариков в казармы. У меня не хватает рабочих». В кулуарах палаты вопрос о военной промышленности стал модным. Его подхватила скрытая оппозиция. Говоря с десером о справедливости, Грандель повторял слова Бретель. Грандель крестьян ненавидел и боялся. Это не люди, но репа, корнеплоды. А Бретель твердо верил, что беда Франции в гипертрофии промышленности, в росте городов. В деревнях скучно, нет кино, работа тяжелая, и молодежь уходит. Сколько по Франции брошенных деревень. Разваливаются дома, гниют амбары, дичают плодовые сады. Отсюда коммунизм, народный фронт, безбожие, развал. Бретель думал, что война выдвинет крестьян на первое место. И он подсказал Гранделю, никаких поблажек рабочим. Все же пришлось уступить. В конце октября правительство решило откомандировать сорокалетних рабочих, занятых в военной промышленности. Среди них оказался Легре. В самом начале войны его отправили на юг. Возле Тулузы он охранял мост, по которому когда-то проходила узкоколейка. Ветку давно упразднили, и мост порос желтым душистым кустарником. Но пункт числился в списках военного округа, и два месяца Легре глядел на лужайку с пятнистыми коровами. Он много передумал за это время. Вспоминал ту войну. Аргонский лес, сапы, лазареты. Как будто это было вчера. А недавние события казались ему тусклыми, призрачными. Между двумя бойнами прошел один день. Тогда они думали, что люди поумнели, рассчитаются с виновниками войны. Одни верили в Вильсона, другие повторяли, «Ленин!» 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 «Если бы тогда им сказали, через двадцать лет снова!» Легре тысковала Жозетт. Так и не суждено ему узнать счастье. Летом они решили пожениться, присматривали квартиру, а теперь конец. Отца Жозетт арестовали, она уехала в Безансон к сестре, пишет короткие грустные письма. Ночью, глядя на частые звезды юга, Легре вспоминал Жозетт и уныло громко зевал. На заводе он не нашел своих старых друзей. Мишо и Пьер были на фронте. Вечером Легре отправился на розыске, заходил в кафе, где собирались товарищи, побродил вокруг закрытой библиотеки, поехал в Монруш, потом в Вильжиев, он никого не встретил. Одних арестовали, другие прятались. Легре был одинок, растерян. Он не знал, что делает партия, и это было как слепота. С ненавистью он отбрасывал газеты, которые писали, что коммунисты — предатели, что русские сражаются на линии Зигфрида, что Морис Торрес убежал в Германию. В Тулузе говорили, будто выходит юманите, печатает в подполье, но как ее раздобыть? Рядом с Легре работали новички. Они подозрительно на него поглядывали, уж не подослан ли полицией. Легре терялся от своей оторванности, от вынужденного бездействия. Это продолжалось четыре дня. На пятой его арестовали. Он провел ночь в крохотной камере. Кого только там не было. Политические и сутенеры, немецкие мигранты и евреи из Польши, остряки, которых схватили за анекдот об оперативах Даладье или о любовных похождениях Тесса, обыватели, поплатившиеся за панический вздох, молока не будет или призовут семнадцатилетних. Утром Легре повели на допрос. Комиссар Невиль входил в масонскую ложу и не боялся говорить, что предпочитает Эдуарда Эрио, Эдуарда Даладье. Для полицейского это было свободомыслием. Невиль знал, что Легре один из руководителей коммунистической организации Сена. Если Легре отступится, это произведет впечатление. Газета напишет еще один прозревший. Тесса оценит рвение Невилья. Покаившийся стоит десяти грешников. И Невиль был отменно любезен. Предложил Легре сигарету. Я чиновник, начал он. И не имею права высказывать мои убеждения, но верьте мне, я не фашист. Я искренне радовался победе Народного фронта. Мы тогда думали, что это прочный союз. Случилось иначе. Впрочем, теперь не до борьбы партии. Все французы должны объединиться. Вы коммунист, но вы француз. Вы были ранены на войне. Я не могу вас рассматривать как изменника. Он ждал, что скажет Легре. Но Легре молча мял кепку и облядывал стол, заваленный синими папками. «Что же вы молчите?» Не знаю права, что сказать. Вы сами сказали. Я был коммунистом, но я остался. Я понимаю ваше упрямство. Оно продиктовано благородными соображениями. Не хотите изменить товарищем. Но, мой друг, теперь не до щепетильности. Вы были игрушкой. Вас обманывали. Говорили о патриотизме. Призвали бороться с фашистами. А теперь? Морис Торрес дезертир? Положим, дезертиры не мы. Это вы оставьте. Где теперь Морис Торрес, я не знаю. Только уж не в Германии, как пишут ваши газеты. Я думаю, он издает Юма. Это настоящее дело. А где дезертиры, я знаю. Мюнхен, кажется, помню. И как с Испанией было. Наши там дрались против фашистов. А Боне помогал врагам Франции. Это даже дети знают. Я вас слушаю и удивляюсь. Вот вы говорите фашисты. Да вы их всегда защищали с дубинками. А теперь фашисты у власти. Невиль снисходительно улыбнулся. Вам 43 года. А ты у юношеских. Это похвально. Жаль только, что не хотите расстаться с Шорами. Ваша партия вам изменила. Она добивается победы Германии. Никогда я этому не поверю. Тогда чего же они хотят? Легрен осупился. Какие теперь лозунги, я не знаю. Это вы постарались. Юма закрыли, похватали всех честных людей. И меня хотите сбить с толку. Но кое-что я сам соображаю. Кто теперь травит коммунистов? Да ладье, ты савиар, бретель, лаваль. Словом, вся шайка. Значит, коммунисты не изменили. Враги-то старые. Вот если бы лаваль закричал «Браво, коммунисты!» Здесь бы я задумался. А теперь все в порядке. Невиль бросил недокуренную сигарету и позвонил. Увидите. Легрэ вместе с другими коммунистами отправили в концентрационный лагерь. На узловой станции «Ноазел-ля-сек» поезд, в котором везли арестованных, простоял свыше часа. Жандармы не подпускали к нему публику, объясняли «Везут дезертиров». Солдаты и женщины злобно поглядывали на вагоны. «Шкурники! Другим, значит, умирать!» Кто-то крикнул «Трусы!» Тогда Легрэ запел «Интернационал». Люди на платформе, удивленные, замерли. А из вагонов кричали «Мы не дезертиры!» «Мы рабочие, коммунисты!» После «Интернационала» запели «Марсельезу». Солдаты на платформе подхватили припев «Напрасно жандармы пытались оттеснить народ». Высунувшись в окошко, Легрэ кричал «Я на той войне ранен был!» «На лице печать! Они этого не сотрут!» «А сняли меня с авиазавода!» «Везут нужники чистить!» «Вот где изменники!» «Боне, Тесса, Фланден!» «А за нашу Францию мы на смерть пойдем!» Он поднял кулак, полузабытый грозный жест «Память о 36-м, о великой несбывшейся надежде!» «Жандармы его оттащили!» Поезд тронулся. Но тогда поднялись сотни кулаков. Женщины и солдаты провожали осужденных. Арестовывали по спискам, по доносам, по наитию. Один преступник поднял кулак, другой насвистывал интернационал, третий повесил у себя изображение Кремля. Читая сводки полиции, Тесса разводил руками, куда только они не проникли. Союз любителей рыбной ловли в Невре, шахматный кружок департамента ВАР, общество альпинистов Гренобля оказались филиалами коммунистической партии. Тесса говорил себе, «Да, это сила!» «Теперь понятно, что они могли увлечь наивную Денис!» Бретель требовал расстрела депутатов-коммунистов. Тесса отвечал, «Осторожней, мой друг! Как-никак это народные избранники!» Тесса боялся создать прецедент. Он питал чувство профессиональной солидарности к арестованным депутатам. Хотел их спасти. Подпишите, что вы отрекаетесь от третьего интернационала, и вы сохраните мандаты. Узнав, что арестованные упираются, он вышел из себя, «Да, фанатики!» «Я сделал для них все, что мог!» Пришлось выдержать атаку в фуже. Кулаки марсельцев ничему не научили сумасброда. Он заявил, «Преследование коммунистов деморализует армию!» Тесса крикнул, «Значит, вы за Гитлера?» Депутаты зааплодировали, и фуже сошел с трибуны под дружный свист. Никогда Тесса так не трудился. Редко вырывал он часок для Полет. В изнеможении спрашивал себя, «Может быть, бросить все?» «Зачем притворяться?» «Он стар, сколько ему осталось жить!» Но тотчас отгонял эти мысли. «Разве Клемонсо в преклонном возрасте не спас Францию?» Тесса казалось, что он наследник Клемонсо, его статуи будут красоваться на площадях. Он как-то сказал Полет. «Улица Тесса?» Это звучит неплохо. Тесса приходилось заниматься стратегией, экономикой, даже механикой. Говорить о запасах хлопка, о новых бомбардировщиках, о торговом договоре с Венесуэлой. Все приходили с претензиями, жаловались на беспорядок. Прежде он имел дело с депутатами или финансистами. Теперь он должен был выслушивать военных, не понимая терминов, не знал, как подойти к человеку, что обещать, чем развлечь. Он говорил «Армия иной мир», а про себя добавлял «Низший». Узнав о предстоящем визите генерала де Виссе, Тесса нахмурился. С этим ворчаном, кажется, трудно сговориться. Генерал де Виссе выдвинулся в 15-м году. Он тогда командовал бригадой на Шамен-де-Дам. Раненый в ногу, он не покинул командного поста. В 64 года он сохранил бодрость, даже задор. Его круглое обветренное лицо с жесткими желтыми усами походило на морду бульдога. Был он человеком добрым, но вспыльчивым. Покрикивал на жену, ругал адъютанта. Любил только военное дело и садоводство. На досуге ходил с лейкой, подвязывал розы, прививал, обрезал ветки. Никогда генерал де Виссе не заговаривал о политике. Когда его спрашивали, что он думает о том или ином министре, отвечал «Армия великая и немая». Одни говорили, будто он монархист и якшается с эмиссарами претендента. Другие, среди них генерал Пекар, уверяли, что де Виссе чуть ли не коммунист, слушается беспрекословно фуже и не зря расхваливает советскую авиацию. Увидав, как де Виссе молится, Песа искренне удивился. Вот вам и приятель Фуже. Зачем он пришел? Может быть, хочет нажаловаться на Пекара, который запретил солдатам читать левые газеты? Или потребует, чтобы утвердили институт полковых священников? Пойди разберись. Песа усадил генерала в покойное кресло, вынул коробку с сигарами. Портогаз, и кажется свежим. Боюсь, что теперь не скоро получит новую партию. Пароходы завалены другим добром. Что вас привело ко мне, дорогой генерал? Де Виссе долго готовился к разговору. Он составил дома вступление о патриотизме, об уроках прошлой войны, о долге военного, но теперь он забыл все. Откусил кончик сигареты, выплюнул его и сразу брякнул. Положение отвратительное, во всем нехватка. Вы знаете, сколько пулеметов на батальон? Я уже не говорю об авиации. Я, например, располагаю десятью бомбардировщиками. Да, да, вы не ослышались, десятью. Нет обуви, нет одеялов. А зима на носу. Теса сокрушенно кивал головой. Знаю, знаю. Это наследие Народного фронта, платные отпуска и прочее. Но положение скоро изменится. Кое-что мы купим в Америке. Надо покупать и скорей. Сразу видно, что вы не экономист. Теса покровительственно улыбнулся. Покупать самолеты в Америке исключительно невыгодно. Куда остроумнее выписать оборудование? Мы экономим на каждом моторе. Да и промышленники волнуются. Меже против. Говорит, нельзя посягать на национальную индустрию. Но я повторяю, кое-что мы купим в Америке. Разместили некоторые заказы в Италии. К весне сорок первого года, генерал перебил, а если они начнут весной сорокового? Вы лучше меня знаете, что взять линию мужино невозможно. Ничего нет невозможного. Все зависит от того, сколькими людьми они решат пожертвовать. Потом линия мужино не защищает нас с севера. А форт Ильежа, канал Альберта, если бельгийцев тронут, они будут драться, как львы. Это рыцарский народ. Может быть. Но нельзя полагаться на других. Мы должны укрепить северную границу. Для этого нужны годы, и мы обязаны соблюдать экономию. Войну выиграет тот, у кого будет больше золота. Тесас нисходительно смотрел на собеседника. Ребенок. Лицо генерала побагровело. На груди ходили ленточки орденов. Я человек военный, мое дело повиноваться. Но я не могу молчать. Генерал Пиккар твердит, что необходимо тяжелая артиллерия к 42-му году брать линию Зигфрида. А вы видали, что произошло в Польше? Какие у них моторизованные части видели? Они могут попытаться прорвать фронт на коротком участке. И вот мне говорят, что производство противотанковых орудий не только не увеличилось, понизилось. Почему? Да потому что рабочих отправили в концлагеря. Я видел, они там мешки делают. Хорошо еще, что они бомбоньерки. Я был у Гранделя, он говорит, не ранее 42-го года, господин министр. Это катастрофа. Почему квалифицированные рабочие? Писаро сердился. Напрасно выслушаете фуже. В лагерь посылают только коммунистов. Я не вмешиваюсь в стратегию, а оставьте политику. При чем тут политика? Я говорю об орудиях, о самолетах. Писар встал, прошелся по кабинету, вытянул руку и проникновенно, как будто перед ним присяжно, и сказал. Я видел, как вы молились. Не скрою, я был потрясен. Лично я вырос в свободомыслящей семье, но я уважаю религию, понимая чувства верующего. Скажите, как можете вы, католик, заступаться за коммунистов? Я не за коммунистов заступаюсь. Мне доверена армия. Религия тут ни при чем. Кто будет отвечать? Мы? Военные? Я ненавижу немцев. Это вам понятно? И вот они могут прийти сюда, в Париж. Да я согласен посадить на заводы не только коммунистов. Черт, лишь бы у нас было снаряжение. Вы напрасно волнуетесь. Не учитывайте специфики этой войны. Это скорее вооруженный мир. Не знаю, зачем Гомелен погубил столько жизней в Варнатском лесу. Франция — страна низкой рождаемости. Мы должны вдвойне экономить. Красивые жесты обходятся слишком дорого. А война решится иначе. Блокада — вот наше оружие. Причем расплачиваются англичане. Кого топят немцы? Англичан? Нам это только выгодно. Пусть Англия придет на мирную конференцию сильно потрепанной. Блокада — чудовищный пресс. Мы его закрутим, но не слишком. Было бы ошибкой довести немцев до отчаяния. Тогда они могут действительно полезть на линию Можино. Необходимо их припугнуть. И они станут сговорчивей. Почему мы воюем против Германии? Это роковое недоразумение и только. Простите, я привык говорить прямо. Военные должны стушеваться. Эту войну выиграют не генералы, а дипломаты. Рассказывая потом о беседе с министром, Дэвисе кричалу. «Вы проводил меня как прислугу. Не вашего ума дело. В Америке покупать не хотят. Дорого. Здесь ничего не делают. Рабочие коммунисты. И воевать не собираются. Армия должна сидеть смирно. Отчего они хотят? Вот и поймите». В тот вечер Тесса обратился по радио к стране. Он не любил говорить в микрофон. Его расхолаживало отсутствие глаз, которые загораются или покрываются влагой сочувствия. Когда пришли операторы, Тесса позвал старого курьера. «Морис, посиди здесь, пока я буду читать. Твое лицо меня вдохновляет». Морис улыбнулся и замер. А Тесса, кокетливо улыбаясь, восклицал. «Рубикон перейден! Наша война — крестовый поход XX века. Мы обнажили меч за высокие моральные ценности, за христианский гуманизм, за человечение грубой механики. Наш меч — страшный меч. Я не раскрою перед неприятелем военной тайны, сказав, что никогда небо Франции не видало столь мощного воздушного флота. Никогда наша земля не сотрясалась от таких полчищ танков. Мы работаем, не останавливаясь, день и ночь, чтобы еще усилить гигантскую броню. Нам помогают наши доблестные союзники англичане и великая заатлантическая демократия. Но главная наша сила — наш дух, братство, которое вяжет людей всех партий, всех классов, единства нации и ее воля к победе. Французы, мы не вложим меч в ножны, пока не сразим заклятого врага цивилизации». Морис боялся шелохнуться. Он сидел на кончике стула все с той же искусственной улыбкой. Ему казалось, что его фотографируют. Штаб армии помещался в усадьбе богатого эльзасского фабриканта. Это был поместительный дом с зимним садом из Бильярдной, где у офицеров по вечерам происходили турниры. В библиотеке офицеры сидели над картами. Канцелярия находилась в бывшей детской. Там стучали безумолку Ундервуды, на стене еще висел мышонок из фильма, а под ним работала мышинистка Люси с соломенными волосами и с длинными ресницами, выкрашенными в фиолетовый цвет. За ней волочился любимец генерала-майор Леруа. Хозяин усадьбы любил безделушки. На письменном столе, за которым работал генерал Леридо, стояли чернильницы в виде пизанской башни, пингвин из копенгагенского фарфора, и часы с различными циферблатами, показывающими время Парижа, Сан-Франциско и Токио. Работая, генерал отодвигал пингвина, боялся разбить. Он не выносил ущерба. Его оскорбляли чернила, пролитые на паркет, или солдатские сапоги, примявшие газон. Казалось, человек с таким характером должен был выбрать другую карьеру. Но в семье Леридо все были военными. В 14-м году Леридо командовал полком, показал себя исполнительным, дошел до генеральского чина. Он умел ладить с начальниками и с подчиненными. Не вылезал вперед, называл себя учеником Фоша, говорил, в нашем деле самое главное спокойствие и чувство меры. Неизменно любезный, гладко выбритый, пахнущий одеколоном, он всем нравился, всех успокаивал. Его несчастьем был низкий рост, он не позволял фотографам снимать его, когда кто-нибудь стоял рядом. Успеху Леридо способствовала его тактичность. Он ненавидел депутатов, но когда штатские при нем заговаривали о политике, отвечал, «Я доверяю избранникам нации». С Леридо ладили все, Бретель, Дюкан, Виар. Он охотно беседовал с ними о роли, сыгранной 75-мм орудиями в «Марнской победе» или о красоте классической поэзии. Он обожал литературу, покупал роскошные издания Росина и Корнеля и даже напечатал лет 30 тому назад статью в провинциальном журнале о некоторых погрешностях Стендаля, посвященной разбору пармской обители с точки зрения военной науки. Своё дело Леридо любил, но война его огорчала хаотичностью. Всё, что на манёврах было совершенным, искажалось тысячами случайностей. И за три последних месяца он осунулся, постарел, жаловался на боли. Врач говорил «печень», но Леридо приписывал болезнь с событием. Всё его смущало. Фронт был коротким, и он не знал, что делать с частями, приговаривал «горе от избытка, вот что!» Люди спали под открытым небом, в ноябре начался грипп. Офицеры побаивали солдат, не проводили учения, а солдаты томились и пьянствовали. Когда Леридо говорили «Гомелен накапливает тяжёлую артиллерию для атаки против линии Зигфрида», он вздыхал «У командиров нет револьвера, вот что!» Он строго следил за распорядком дня в штабе. Все вставали в шесть часов. Полковник Муро принимал рапорты. Майор Леруа читал скучные газеты, пытаясь заглянуть в канцелярию, где стучала на машинке Люси. Майор Жизе распекал интендантов. Полковник Жавок изучал карты. А капитан Санже, лысый и мечтательный, вздыхая про себя о парижских кабачках, докладывал генералу. В Цвенкере два солдата ранены. Против 16-й дивизии замечено передвижение. Немцы подвезли 186-й полк. Вчера действия авиации противника не замечено. В Танвилле открыли лазарет для венериков. Генерал, отодвигая пингвина, бормотал «Вот что!» За стол садились ровно в двенадцать. Сегодня подали страсбургский паштет из гусиных печенок. Полковник Моро сказал «Дары местных богов!» Генерал вздохнул. Врач посадил его на диету. Чтобы утешить себя, он заметил. «Самое полезное — салат. С возрастом человек становится травоядным существом. Это естественно». Поспешно проглотил кусок паштета. Капитан Санже поддержал. «Конечно. Поговорили о том, что Гитлер — вегетарианец. Генерала это удивило. Он долго приговаривал «Вот что!» «Интересная черта!» Потом майор Леруа стал излагать содержание газетных обзоров. «В центре внимания Финляндия?» «Все спрашивают, что будут делать русские?» Генерал оживился. «Очень интересно. Конечно, они могут начать обходные движения, попытаться выйти к Ботническому заливу, чтобы отрезать Хельсинки от Швеции. Могут предпринять и лобовой удар на линию Маннергейма. Посмотрим, посмотрим». Война в Финляндии была для него стратегической задачей. Она как бы возвращала его к уюту парижского кабинета, и он меланхолично вздохнул. «А что пишут о наших делах?» «Мало. В эпоху цензура вырезала две колонки. Их хорошо сделала. Наверное, статья Кириллиса или Дюкана. Не понимаю, как им позволяют писать. Полковник Моро был близким другом генерала Пикара. Оба ненавидели Дюкана. И полковник сказал, «Мне пишут из Парижа, что Дюкан собирался сюда, только его не хватало». Генерал, сердясь, всегда облизывал губы. Так он поступил и теперь. «Ни в коем случае. Да ладья может нас избавить от подобных сюрпризов. Дюкан способен заразить всех своей паникой. Я сам слышал, как он кричал, «Немцы весной предпримут решительную операцию». «Что вы хотите?» Человек когда-то был летчиком, но в стратегии неуч. Отстал, ничего не видит. Для него линия мажено это полевые укрепления на Эне или на Сомме. Он тщательно выбрал грушу, долго ощупывал ее, проверяя, спело ли. Потом маленьким ножом осторожно снял кожу, вытер пальцы, залитые душистым соком. Когда ножик входит, как в масло, груша всегда хорошая. Попробуйте, майор. Он протянул Санже половину груши. А в болтовне Дюкана сказывается влияние полковника Дегойля. Я прочитал его записку. Гамелен прав. Это фантазер. Не хочет понять, что немцы блефуют. Валит все в одно. Польшу, Испанию, где против регулярной армии сражались анархисты. Наш фронт. Вообще плохо, когда люди вместо классиков военной науки питаются газетными сенсациями, такой Дегойль считает себя новатором. На самом деле он рутинер. Он видит перед собой седан или наполеоновский воин. Забыл про опыт мировой войны. Думает, что танки будут носиться по Европе, как когда-то носилась кавалерия. А эпоха молниеносных войн миновала. Мы вернулись к длительным осадам стран. Это троянская война. Вот что. Он аккуратно свернул салфетку, надел на нее кольцо и встал. Кофе подали в гостиной. Полковник Мороз сказал, «Генерал Моне запрашивал, они хотят провести нечто вроде маневров, приучить солдат к действию пикирующих самолетов. Слово «маневры» напомнило Леридо мирное время, но тотчас он нахмурился. Этот Моне опять что-то придумал. Выскочка всегда хочет опередить других». А полковник Моро продолжал, «Префект против. Дело в том, что за Мюнстером население не эвакуировано, крестьяне боятся, как бы не пострадали виноградники». Генерал кивнул головой, «Я вполне согласен с префектом. Вы должны быть особенно внимательны к эльзастам. Вся эта вздорная затея. Пикирующие самолеты. Да, в Польше или в Испании, когда нет зениток. Они клюют на немецкую удочку, поддаются любому паническому слуху. Так и сообщите генералу Моне. Обычные занятия, не больше. Притом надо дать людям отдохнуть». После завтрака генерал с капитаном Санже отправились на позиции. Шофером у Леридо состоял сын промышленника Меже, молодой спортсмен, благодаря положению отца, откомандированный в штаб армии. Меже гнал машину, и Леридо приговаривал «Тише, мой друг, вот что». Леридо любил поговорить с шофером. Меже знал все, что случается о крест. «Какие новости, мой друг?» «Все спокойно, господин генерал. В Мюнстере я разговаривал с нотариусом. Он приезжал из Пыреге за вещами. Он говорит, что на эльзастцев произвел тяжелое впечатление процесса Россе. «Я так и думал», — Леридо обратился к Санже. «В Париже они ослеплены. Да если Россе и был связан с немецкой разведкой, теперь не время этого вовлакивать. Зачем углублять политические распри?» Генерал слегка повернулся к шоферу. «Вы ездили с полковником на позиции?» «Мы были, господин генерал Верштейни. Майор Лисаж жаловался, солдаты там распустились». Мэже хотел рассказать, что майора Лисажа солдаты вымазали коровьим навозом, но вовремя спохватился. Это выведет генерала из себя. Мэже только усмехнулся, вспомнив, как визжал бедный майор. А Леридо сказал, «Ничего не поделаешь, люди скучают. Нужно организовать разумные развлечения». Они въехали в Страсбург. Город был пуст. В киосках за стеклом висели газеты от последних чисел августа. На террасах кафе стояли мраморные столики, соломенные стулья, как бы поджидая посетителей. Портал собора был прикрыт мешками с песком. Часы на площадях все показывали разное время. Увидев в витрине сиреневый пеньюар, генерал вздохнул. Такой пеньюар у Софи. Леридо четыре года тому назад вторично женился на молоденькой дочери военного врача. Софи в 26 лет была рассудительной и заботливой. Когда Леридо работал, в доме ходили на цыпочках. Софи готовила его любимое блюдо, телячью голову в винегрете. Она душилась духами, корсиканский жасмин. Наблюдательный пункт находился в беседке, прикрытой хвоей, над обрывом. Леридо в бинокль увидел людей возле блок Гауза. Он машинально подумал «противник». Потом он заметил большой транспарант «французы – наш общий враг Англия». Рядом красовались изображения Гитлера и Жанны Дарк. Леридо поморщился. «Да чего это вульгарно?» Вместо военных операций какая-то пропаганда. Как будто война предвыборная кампания. А там дальше дома с бурыми крышами, синий дымок, виноградники. Слов нет, странная война. Можно забыться, принять все за маневры. Синие пытаются форсировать реку. А в шестнадцатом году было иначе. Леридо вспомнил развалины перона, щебень, воронки, кости. Это не повторится. Тогда мы начали войну с песнями и красными штанами пью-пью. Теперь у нас линия Мажино. Леридо шел по размытой дорожке, пахло сырой землей. Показалось мутное зимнее солнце. Вдруг он услышал музыку. Шуберт. Эту вещицу играла Софи. «Что это?» Полковой командир отрапортовал. «Громко говоритель. Заглушаем немецкую пропаганду. А противник слушает знакомую музыку. Мы им показываем, что ничего не имеем против немцев». Леридо одобрил. «Прекрасно придумано. Нам предлагали между музыкальными номерами вставлять короткие обращения на немецком языке. Так делают в двадцать седьмой дивизии. Но я нашел это неудобным». «И правильно сделали. На войне нужно воевать. Предоставим политику политиканам». «Что же, у вас целый день концерт?» «Сегодня с семи часов утра до семи сорока была артиллерийская перестрелка. Их батареи находятся, знаю, знаю. Имеются жертвы. Три солдата убиты. Один сержант тяжело ранен». На минуту воцарилась тишина. И тотчас с того берега донеслось по-французски. «Так за вашими спинами подписали условия. Англия платит машинами, Франция — кровью». Поехали дальше, в штаб двадцать седьмой дивизии. «Леридо хотел проверить, правда ли, что там занимается политической пропагандой. Но он забыл про громкоговорители. Его ожидало важное известие. Утром возле Эрштейна разбился немецкий истребитель. Летчик погиб. На трупе нашли документы. Лейтенант Карл фон Ширау. Леридо распорядился устроить торжественные похороны. «Вот вам настоящая пропаганда. Мы покажем, что умеем уважать противника. Я пришлю полковника Моро». Он задумался. «Вы говорите фон Ширау?» «Фон». «Наверное, из аристократической семьи. Это может произвести в Германии большое впечатление. Я постараюсь тоже приехать». Леридо осмотрел госпиталь, зашел в барак. Солдаты быстро прикрыли шинелью игральные карты. «Что, дети мои, отдыхаете?» «Так точно, господин генерал». Леридо не знал, что сказать, и вышел. В дверях он услыхал «Генеральчик с пальчик». Леридо однажды уже слышал это обидное прозвище в Париже на улице. Но он не думал, что здесь, на фронте, кто-то посмеет над ним глумиться. «Наверное, коммунист». Он облизал губы, и капитан Сан-Же вздохнул. Он собирался вечером завести разговор о трехдневном отпуске. Поехали назад. Всю дорогу Леридо переживал обиду. В Вестибире стояло большое зеркало. Пройдя мимо, генерал отвернулся. Он вызвал полковника Муро. «В 27-й дивизии царит распущенность. Солдаты производят отвратительное впечатление. Вот что. А генерал Моне, вместо того, чтобы подтянуть людей, занимается пропагандой. Передает немцам какие-то политические речи. Наверное, мигрантов, коммунистов. Мы сейчас составим записку главнокомандующему. Копию Деладье». Полковник вздохнул. Он собирался сегодня взять реванш у майора Жизе. Две партии по сто очков. А капитан сказал Леруа. «Губы лижет. Там кто-то крикнул с пальчик. А я думал, завтра съездить в Париж. Ну и жизнь». Пробило шесть часов. Канцелярия пустела. Только Люси еще работала. Наконец она отстучала. «Дюбуа Пьер, сержант». Сложила копирки, покрыла машинку чехлом и, осторожно озираясь, прошла наверх. Ее ждал майор Леруа. «Деточка, давайте представим себе, что мы в Венеции, в гондоле». Дождь зарядил с утра. Длинный дождь гнилой зимы. Скучно было глядеть на серо-желтое, пухлое небо. И Пьер разглядывал свои рыжие, промокшие насквозь ботинки. Он теперь часто глядел в одну точку. Казалось, что-то высматривает. Но он ничего не видел. Он и не думал ни о чем. Все происходящее вокруг было смутным. Хотелось потрогать себя, крикнуть, проверить, не спит ли он. Да ничего и не происходило. Солдат 39-го полка мог под дождем, слушал торопсодии Листа, табрань сержанта, изредка прерываемые грохотом снарядов. За всем было нечто страшное. Об этом Пьер не смел думать. Это началось в горячий день августа. Проснувшись на следующее утро, он радостно потянулся. Анье сварила кофе. На полу играл дуду. Его рыжая лошадка браво горцевала, вся залитая солнцем. Но сейчас же Пьер вспомнил. С тех пор он жил в оцепенении, не мог выпрямиться, молчал. А он был создан для громкой жизни. На родине Пьера сейчас тепло. Цветут розовые декабрьские розы. Вдали видна вся обожженная рыжая гора Канегу. Когда-то он на нее взбирался. А дождь будет идти весь день, завтра, послезавтра. И скоро в несвежей вате небо ангелы хрипло, как громкоговоритель завоют «Слава вышних!». Перед отъездом Пьер бродил, как осужденный. Аньес видела, что он погибает, искала выхода. «Пьер, уедем куда-нибудь далеко, в Америку. Будем работать». Он покачал головой. «Всем плохо». «Что ж, я буду спасать шкуру?» «А того, что было, все равно не вернешь». Говоря так, он думал о днях Народного фронта. Прежде ему казалось, что он участвует в событиях, отвечает за них. Даже после предательства Виара он мог сказать «Я переправляю самолеты». А теперь он был деревом, помеченным дровосеком, колесиком, неспособным и своей гибелью замедлить ход машины. В день отъезда они чуть не поссорились. Нахмурив лоб, Аньес сказала, «Но вы этого хотели». Он вскипел, «Не этого!» «Это не наша война». Для Аньес война была войной. Снаряды, грязь, кровь, смерть. Как он мог ей объяснить, что сентябрь 39-го года не похож на сентябрь 38-го? Она возражала. Софизм, политика, игра. А для него это было правдой. По-другому звенели шаги запасных. Никто не пел. Была на лицах покорность обреченных. И Пьер не видел выхода. Он теперь понял, что отделяло его от Мишо. Давние споры не были случайными. Мишо крепкий, его можно сломать, тогда он упадет, как упал вчера Жюль. Но Мишо нельзя согнуть. Он усмехнется, скажет и еще как. Выстоит. Где он теперь? Мокнет под дождем. Посадили. Как хотел бы Пьер с ним поговорить. Но нет, и Мишо не помог бы. Мишо ответил бы, надо глядеть вперед. Диалектика событий. Пьер был одинок. Его сунули в роту, составленную из бретонских крестьян, богомольных и пугливых. Им сказали, что Пьер анархист, безбожник. В Испании он сжег церкви. Лейтенант Эстерель, уродливый гном, был одним из златников Бретаэля. Он обожал поэзию, говорил, что нищета романтична и что в фашизме мистическая сущность. Лейтенант презирал своих солдат. Они пахли потом, плохо говорили по-французски, верили в ладонки с изображением святого Геноле. Пьер он боялся. Предостерегал других офицеров. Такой способен выстрелить в затылок. Его оскорбляло, что Пьер инженер, что он ходил в театр от Илье и читал стихи Элюара. Пьер подружился с единственным парижанином Жюлем, который работал прежде на газовом заводе. Это был неисправимый балагур, он корил Пьера. Нельзя вешать нос на квинту. И не то бывало. Сейчас, наверное, Морис Торрес думает и придумает. А я пойду на охоту. Здесь куриным пометом пахнет. «Давненько я не ел хорошей яичницы», — он смешил Пьера. «Я оптимист. Посмотрим на события с точки зрения свиньи. До войны свиней кололи семь дней в неделю, а теперь по понедельникам и вторникам запрещено продавать свинину. Значит, не пройдет и ста лет, как свиньи добьются неприкосновенности личности. Ну, видишь». На минуту Пьер выходил из своего полусна, смеялся. И вот Жюля убили. Письма Пьера были короткими. Он не знал, что рассказать о Ньес. О дожде? О шутках Жюля? О том, как Жюль, умирая, почему-то повторял «Брюква?» О лейтенанте Эстерелле, который читает стихи Валерии и боится, проходя, задеть солдатскую шинель? Аньес заполняла письма вопросами о здоровье Пьера или рассказами о проказах Дуду. Им столько нужно было сказать друг другу. Но оба онемели. Пьер часто думал об Аньес. «Прямая дорога в белый июльский день. Слепит. Иди, и ты обязательно дойдешь». А у него тропинки. «Не разбери их». Вот и заблудился. «А дочь никогда не перестанет». Пьер вспомнил дождливый вечер на Тулузском аэродроме. Как он тогда мучился. Теперь и боли нет. Умирание под хлороформом. Шинель пахнет мокрой псиной. Это еще живой запах. Надо им дорожить. За ним ничего. Патефон. Говорят, это чтобы немцы не скучали. Шутники. Его вызвал лейтенант Эстерель. Отнесите капитана Жемье. «Слушай, господин лейтенант». Он взял книгу. Лейтенант хотел унизить Пьера. Коммунист, наверное, признает только пролетарских поэтов. Пускай прогуляется. До фермы, где стояли артиллеристы, было четыре километра. Капитан Жемье тоже был эстетом. Просил, пришлите что-нибудь почитать. Я со скуки составляю словарь «рифм». Забравшись под навес, Пьер раскрыл книгу. Стихи. Он не поглядел, кто автор. «Бывает радости наперечет. Не зацвести ему, но он живет». И захлопнул. Ему показалось, что его окликнула Аньес. Аньес подошла, провела рукой по мокрой щеке. Рука горячая, а с лица падали капли дождя. Он пошел дальше по крутой дорожке между виноградниками. Ферма была скрыта маленькой рощицей. Направо осталась церковь. Петушка на колокольне сбили. Пьер обогнул воронку, машинально подумал, пристрелялись. И свернул с дороги. Он отдал книгу близорукому застенчивому капитану, выпил с артиллеристами кувшин молодого кислого вина, пошел назад. Вот так штука. Дождь перестал. Громкоговорители смолкли на час раньше обычного. Прошумел внизу ружейный выстрел, но остался без ответа. Воцарилась тишина. Пьер смутно повторял, бывает радости наперечет. Вечером будет письмо от Аньес. Потом синник, душное животное тепло, уютный храп рыжего ива. Вдруг в тишину ворвался грохот. Это приключалось по два раза в сутки, но Пьер никак не мог привыкнуть к первому разрыву. Мир сразу менялся. Раздирали воздух. Сейчас ответят наши. Пьер пошел в сторону и присел на корточке. Мокро. Придется просидеть час. Зато вечером будет письмо. Он не осознал второго разрыва. Только подскочил, осколок попал в пах. Полчаса спустя его подобрали артиллеристы. Очнулся он под утро. Увидел невыносимо четкий свет лампочки без абажура и сейчас же закрыл глаза. Медленно припоминал книга, артиллеристы, вино, снаряд. Он, кажется, ранен. Может быть, умирает? Нет. Спит? Он захотел повернуться на правый бок. Всегда так спал. Но вскрикнул. Значит, умирает. Нужно вспомнить что-то очень важное. Напрягаясь, он вспоминал сам, не знал что. Хотел увидеть Аньес, как увидел ее под навесом. И не мог. Лица не было. Он только повторял, чтобы успокоить себя имя. Аньес. Подошла сиделка, поправила подушку. У сиделки лицо было длинное, как черта. Он подумал, чужая. Он подумал, чужая. Потом увидел надеяли яркую игрушку. Это была песочница, красная, с едкими зелеными полосками. Он сидел на куче песка. Из песочницы выходили пирожки. Нет, рыбы. Или, может быть, карлик с длинной бородой. Песок был сухим, формы распадались. Он крикнул, почему сухой? Сиделка подошла с мокрым полотенцем, положила его на лоб Пьера. Он не почувствовал. Снова впал в забытье. А под окном гремела музыка. Третий батальон слетовал убитому немецкому летчику. Генерал Леридо произнес речь. Мы преклоняемся перед останками воина. Любовь к отечеству. Дух, чувство долга. И снова пошел дождь, еще сильнее, чем вчера. Будто он хотел наверстать потерянное. Письмо от Аньес пришло, как и думал Пьер вечером. Оно пролежало в канцелярии три дня. Его отослали с пометкой «Адресат скончался». Цензуру называли теткой Анастасией. И Жолево жаловался, что эта тетка загонит его в гроб. Газета выходила с белыми пятнами. Нельзя писать, что в Вагезах стоят лютые холода. Что итальянцы устроили германскому послу овацию. Что чилийское правительство приютило испанских беженцев. Жолево разводил руками. Осталась одна тема. Бром. Говорили, будто солдатам в кофе подмешивают бром, чтобы они не тосковали по женам. И Жолево поместил в своей газете куплеты. «Гретхен, я у вашего дома без брома, без брома, без брома». Закат Десера вынудил Жолево искать нового покровителя. Бретель свел его с Монтеньи. Лавон Увель не впервые меняла направление. Но на этот раз Жолево загрустил. Десер умел жить. Смягчал резкость шуткой. Чек давал просто как сигарету. А Монтеньи кричит на Жолево как на лакея. Вмешивается в редакционные дела. Возмущается невинной заметкой о свадьбе какого-нибудь радикала или социалиста. А как может Жолево рассориться со всеми? Ведь и Монтеньи не вечен. Один из сотрудников употребил в очерке слово «Боши». Так прозвали немцев четверть века назад. Монтеньи вышел из себя. «Возмутительно. Вы апеллируете к самым низким инстинктам. Конечно, мы воюем с Германией. Но это рыцарский поединок. Если угодно, это историческая трагедия. Гитлер — величайший государственный ум». Легко понять, как обрадовался Жолево, узнав о торжественных похоронах немецкого летчика. Описанию церемонии и речи в Лиридо была посвящена целая полоса. Но на следующий день Жолево снова томился. О чем писать? «Вот уже четвертый месяц, как идет война, а ее не видно. Эта война — невидимка. Солдаты умирают от гриппа. Вчера в палате огласили конвенцию с Германией о железнодорожном сообщении через Рейн. Только при голосовании кто-то вспомнил, что законопроект, внесенный в парламент летом, устарел. И мосты через Рейн давно взорваны. Войну окрестили, ну и война. Говорят, как вам нравится, ну и война. Нравится она всем, только писать не о чем. Неизвестно, кто враг. Немецкие самолеты скидывают листовки, брошюры. Подбирают, говорят, хорошо издано. Слушает радиопередачи из Штутгарта. Там диктор француз. Жолевой его окрестил штутгартским предателем. Кличка привелась. Но штутгартский предатель стал популярным персонажем. Депутаты спрашивают друг друга, что рассказал штутгартский предатель о закрытом заседании палаты. И вот произошло чудо. Монтеньи поздно вечером вызвал толстяка. Был весел, даже любезен. Дал же Лео, не торгуясь столько, сколько тот попросил, восторженно приговаривая. Политическую сторону поручите Брителю. И побольше анекдотов, героических штрихов, эпизодов. Пошлите лучших военных корреспондентов. Враг, наконец-то, был найден. Два дня спустя военные корреспонденты выехали в Хельсинки. Тесса пригласил к завтраку итальянского посла. Расхваливал римскую кухню, пьемонское вино, живопись, веронеза, государственный гений Муссолини. Вы не можете себе представить, как я был удручен, когда, несмотря на вмешательство Дуччи, началась война. Эти месяцы для меня были кошмаром, как для всех культурных европейцев. Но вот вам первый просвет. Реакция на выступление Москвы показывает, что не все еще потеряно. В частности, меня ободряет позиция Италии. Говорю, меня, я всегда стоял за союз латинских стран. Мы на перстнике Великого Рима. Что значит Данцик, да и вся Польша, по сравнению с судьбой цивилизации. Скажем прямо, наш общий враг — Москва. От боев на Карельском перешейке зависит будущее не только Парижа или Рима, но и Берлина. Все оживились. Госпожа Монтенье организовала северные вторники. Дамы из лучшего общества под звуки Сибелиуса вязали носки и наушники для финских солдат. Меже пожертвовал на лот Маннергейма полтора миллиона. Чек был торжественно вручен дочери финского маршала. Марсельский гангстер потребовал, чтобы Московскую улицу переименовали в Гельсингфорскую. В соборе Мадлен служили молебен о даровании победы финскому воинству. Бретель горячо молился. Из церкви он поехал в редакцию Лавуанувэль. Он ошеломил же Лео. А толстяка трудно было чем-либо удивить. «Сейчас же поезжайте к Виару. Пусть он напишет несколько статей о Финляндии». Монтиньи не выносил Виара. Кричал «Это он распустил рабочих, приучил их валяться на пляжах». Желео приходило считаться со вкусами своего нового покровителя, и он избегал Виара. Как они встретились в ресторане «Мариус» возле Бурбонского дворца, Виар меланхолично вздохнул. «Вы меня забыли». Желео запротестовал. «Вы думаете, что я Юпитер? Я только посланник богов Меркурий. Вы ведь знаете, что за скотина Монтиньи? То, что Дестерс дал несчастье не только для меня, для Франции. Теперь я пишу под диктовку Бретеля. Это богомольный сухарь, злой судак. У нас в Марселе таких нет. Помесь гальского петуха с немецкой овчаркой. Я ему несколько раз говорил «Авиар?» «Увы, национальное объединение существует только на словах. Лично я вас ценю, уважаю. Больше того, люблю». Виар грустно улыбнулся и выбрал спокойный столик. Ему предстояло трудное дело заказать завтрак согласно указанию врача. Виар носил при себе список запрещенных блюд. Сверял. «Щавель, помидоры нельзя. Морковь можно». И вот Бретель послал Жалево к Виару. Толстяк всю дорогу разговаривал сам с собой. До того был потрясен. Ну и времена. Каждый день все меняется. Непонятно, кому улыбаться, кого чернить. Виар теперь жил уединенно среди картин и книг. Он с отвращением следил за событиями, как зритель, которому показывает дурную драму. Уйти нельзя, глядеть скучно. Говорил, во всем этом я не вижу никакой идеи. С удовлетворением думал, мне все же повезло. Вовремя на мое место сел Теса. Они заварили, пускай расхлебывает. Конечно, в парламенте Виар голосовал за правительство. Дважды выступил с патриотическими декларациями. Он говорил сухо, как будто повторял неинтересную цитату. Но и война казалась ему ненужной суматохой. Вот и в Китае убивают людей. А зачем? Он несколько ожил, когда начались преследования коммунистов. Проснулась старая обида. Коммунистов он считал виновниками своего поражения. Это они подстроили захват заводов, озлобили лавочников, толкнули доладье в объятия Бреттейля, кричали о патриотизме, возмущались Мюнхеном, а когда дело дошло до войны, выкрутились. Теперь рабочие говорят только коммунисты против войны. Виару это казалось хитрым предвыборным маневром. Он почти мушинально думал, заработает миллион голосов. Конечно, он поддержал предложение о выдаче депутатов-коммунистов, приговаривал, ничего не возразишь, справедливо. А узнав, что сенатор Кашен оставлен на свободе, огорчился. Кашена он ненавидел. Когда-то они были в одной партии, вместе выступали на собраниях. Молодые коммунисты были людьми с другой планеты. А Кашена Виар считал изменником. Культурный человек, гуманист, демократ и остался с коммунистами. Каждый день арестовывали сотни людей. Кое-где в провинции стали хватать и социалистов. Виар всполошился. Начинается реакция. Он почувствовал себя блюстителем традиции, старым жрецом. Может быть, выступить? Но тотчас осадил себя. Это будет на руку коммунистам. Он снова замкнулся. Ему удалось приобрести маленький натюрморт Сезанна. Два яблока на лакированном подносе. Часами Виар глядел на холст. Яблоки были мирами в себе. Законченными и бесконечно тяжелыми, как сущность материи. Он думал, что не способен увлечься. Не знал себя. События в Финляндии вернули ему молодость. Он выступил в палате с негодующей речью, и Пенсне его подпрыгивала, как двадцать лет назад. Война стала сразу осмысленной. Коммунисты — вот тайная армия империализма. Когда Шалево изложил просьбу Брейтеля, Виар сказал, «Охотно, мой друг, охотно. И это несмотря на возраст, на болезнь. Врач запретил мне работать, но когда страдают слабые, я на посту. Хорошо, что Брейтель забыл партийные раздоры. Теперь мы сможем осуществить национальное объединение не только на словах». Он продиктовал первую статью. Его голос дрожал от волнения. «Я возмущен. Когда-то солдаты фонгольца сражались за правое дело. Маршал Маннергейм — борец за справедливость». Потом он сказал Жалево, «У нас мощный союзник, генерал Мороз». Жалево развел руками. «По правде сказать, я даже не знаю толком, где это Финляндия. Но говорят, что там чертовски холодно. Если пошлют наших, они замерзнут. Честное слово. А что вы думаете о позиции Италии? Я ведь марсельский патриот. Как бы они ни пошли на Марсель. Никогда. Они возмущены Москвой, как мы с вами. Теперь итальянская опасность миновала». На следующий день к Виару приехала дочка Луиза. Ее мужа призвали в армию. Гастон пишет, что там страшный беспорядок. Нет противотанковых орудий. Кажется, это называется так. А у солдат нет ботинок. Они ужасно настроены. Гастон боится с ними разговаривать. «Папа, что будет с Францией?» Виар слушал рассеянно. «Ужасно. Я всегда говорил, что эта война ни к чему не приведет. Главное, никакой идеи. Другое дело Финляндия». Он начал жаром рассказывать об операциях в Карелии, по лыжниках, лоттах. Луиза перебила. «Я теперь часто не могу уснуть до четырех, пяти. Все думаю, думаю. Вдруг немцы победят». «Возможно». Он сказал это настолько спокойно, что Луиза растерялась. «Папа, что ты говоришь?» Он увидел, что у нее дрожат губы. Сейчас заплачет и стал успокаивать. «Не бойся. У нас линия Можино». Принесли газету. Там была статья Виара. Он внимательно прочел ее, кивал головой, одобряя свои слова. Потом взглянул на фотографию. Снег и стоят два мертвых солдата. Замерзли. В руках винтовки. Как будто идут в бой. Мороз проглевал жесты жизни. Виару это показалось обидным. Нет успокоения. Выхода. Луиза ушла. Сидя в кресле, он наслаждался покоем. Он впервые понял, что ему безразлично, кто победит. Да и в Финляндии. Не все ли равно? Какие-то люди бегут, падают, замерзают. Это жизнь. А он над ней. Он мир в себе, как яблоки. Довольно волнений, слов, суеты. Пора отдохнуть. Его потревожил фотограф Лавуан-Увель. Земляк Желё, шумный и патетичный. Простите за вторжение. Необходим ваш портрет на первую полосу. Событием Финляндии. Неутомимый борец за свободу и справедливость. Виар поправил Пенсне и постарался придать лицу мужественное выражение. Тесса вряд ли узнал бы в кокетливой мастерице, которая развозила платье нарядным заказчицам, свою дочь. Короткие завитые волосы, пунцовые губы, шляпа, похожая на поварской колпак, а в руке картонка, перевязанная лиловой ленточкой. Дениса работала в мастерской МОД на бульваре Мальзерб. Мастерицы шили бальные платья. В салоне стояли длинные зеркала. Заказчицы показывались редко, и хозяин жаловался, что дела идут плохо. Это был немолодой человек с короткими седыми усами и с грустным взглядом. Иногда он перелистывал Жарден де МОД или ВОГ. Манекены в сумерке казались посетителями. Пели швейные машины, танцевали электрические утюги, длинные ногти пробегали по шелку. Звук был несносен. А в задней комнате хромой Южен приправлял лист на американке. Там помещалась подпольная типография. Хозяин мастерской мало что смыслил в модах. Он писал листовки, а Денис разносила их в нарядной картонке. Сегодня у Денис праздник. Она спешит в Бельвиль. Вот адрес. Там она встретится с Мишо. Это первая встреча после четырех месяцев разлуки. Мишо послали сначала в Брест. Он был запасным флота. В штабе, прочитав сопроводительный лист, стали думать, как бы отделаться от смутьяна. Недели две спустя его отправили в Арас, в пехотный полк. Он мыл полы в казарме. Батальонный командир Фабр был пьяницей и чудаком. Политику презирал, начальству не верил. Говорил в жизни два отрадных явления. Таксы и кактусы. Вначале он решил, что Мишо вор. А узнав, что преступник сражался в Испании, развеселился, прозвал его Дон Кихотом, благоволил к нему. Вот отпустил на два дня в Париж. Денис волновалась. Не сразу нашла она узкую полутемную улицу, похожую на десятки таких же улиц. Дверь открыла старая женщина. Мишо еще не было. — Садитесь, милая. Я сейчас кофе сварю. Замерзли? Мишо скоро приедет. Но Мишо задержался. Хозяйка спросила, «Вы моего, Жано, не знали?» Его фашисты убили на заводе. Денис вспомнил рассказы Мишо о Климанс. «Это вы?» Климанс вытерла глаза передником. «Жано». И Денис теперь поняла язык маленькой комнаты. На стене висел портрет ушастого подростка. На комоде лежали книги, тетрадки, старая кепка. Климанс не могла расстаться с вещами сына. Она ухаживала за его товарищами, кормила их, пришивала пуговицы. Когда началась война, она сидела по вечерам и плакала. Всех забрали. А в ноябре к ней пришел незнакомец. «Я от Мишо. Можно у вас остаться до утра?» «Меня ищут». Она теперь прятала у себя коммунистов. Никогда не расспрашивала, кто, зачем. Готовила ужин, стелила постель. С ней разговаривали о событиях. Она гордилась доверием. Сказала Денис. «Финляндию они придумали, чтобы отвести глаза». Потом поглядела внимательно на Денис и улыбнулась. «Я давно, Мишо, говорила, зачем ты один болтаешься? Хорошо, что вы его заметили. Он скромный, а сердце у него замечательное. И умница. Скоро будет, как Марис Торрес. Только без женской руки трудно». Скрытная Денис не смутилась, будто с ней говорит близкий человек. «Вот и Мишо. Какой он смешной в форме. Ты?» Он обнял Климанс. Старуха напоила его кофе. «Мне на работу нужно. Если уйдете раньше, заприте дверь, а ключ под коврик. Ты смотри, Мишо, чтобы тебя не убили. Говорят, войны нет, а все-таки убивают. Ты еще пригодишься». Когда она ушла, Мишо прижал к себе Денис и забормотал. «Стосковался. И еще как. Вот и умер короткий январский день. Комната стала синей. Сумерки, как дым. Скоро вернется Климанс. Они еще не наговорились. Развал. Мы у бельгийской границы стоим. Хотели рыть укрепление, раздумали. Я слышал, как полковник кричал. «Только пораженцы могут говорить, что они придут сюда. Это их излюбленное слово. А кто пораженцы? Они. Все делают, чтобы немцы нас расколотили. Конечно, будь другое правительство, было бы иначе. Удержаться можно. Только я боюсь, сначала разгромят, а потом нам скажут, спасайте». Солдаты спрашивают, как коммунисты, когда я листовки получил, накинулись. Офицеры, как на подбор, фашисты. Те же гитлеровцы, только мой исключение, оглашенный с кактусами. А остальные наказания за народный фронт, измена коммунистов и так далее. Солдат боятся, а солдаты ждут, сами не зная чего. Пороха много, искры не хватает. Но если в Париже начнется, поддержат. Здесь то же самое. На заводах возмущены, но молчат. Вот только Финляндия растолкала. Говорят, финским фашистам самолеты строить ни за что. Могут начаться забастовки, а тогда прорвется. Он расспрашивал, какие известия из-за границы, что думают о Москве. Денис объяснял. Он вдруг улыбнулся. Вот какая ты стала важная. А помнишь, как я тебя повел на первое собрание? Они вспомнили начало любви, недомолвки, смущения. И ни губы, ни руки, ни глаза не могли передать силу созревшего чувства. А сейчас снова расстанутся. Я прочитал в газете про одного капитана, англичанин. Это было под Новый год. Они ужинали. Вдруг взрыв. Немцы. Подводная лодка. Там была его жена, молодая женщина. Он надел на нее пояс и подащил к борту. Она отбивалась, думала, что он сошел с ума. Он ее бросил в воду. Она спаслась. Понимаешь, какое самообладание и чувство какое. Теперь, Мишо, нужно мужество, чтобы жить. Ты мне это скажи, прикрикни на меня, чтобы я была сильной. Я не про опасность говорю, мне ничего не грозит. Но когда мы с тобой расстаемся, каждый раз думаю, вдруг навсегда. Все теперь на плотах. Корабль потопили, надержимся и доплывем, Денис. Увидишь. Они расстались на углу двух темных улиц, широких и тихих, как ночные реки. На груди у Мишо была пачка листовок, два номера «Юмоните». До поезда оставалось три часа. Он пошел на вокзал пешком. Затемненный Париж был непонятным, новым городом. Иногда из темноты выступали голые ветки деревьев. От дома не были видны. Они только смутно чувствовались, как далекие горы. Детский смех, голос женщины. Я уронила перчатку, гудок автобуса, огонек сигареты. И была в темноте синева, влажность, неясное бормотание города, похожее на морской прибой. Мишо думал о Денис о расставании судорожным и поспешном. Оба боялись выдать боль. Она говорила, я положила сигареты в карман, он, закрой шею, простудишься. Когда они теперь встретятся? И встретятся ли? Широкие темные улицы, реки. Вот идет кто-то с фонариком. В темноте слабый свет кажется ярким, он освещает камни, решетку вокруг дерева, ноги. Неужели когда-то на улицах были яркие фонари? А свет исчез, прохожий повернул за угол. Если бы пронести любовь через эти темные годы, как свет фонарика, как крохотный огонек. Андре послали в Пуатье. Каждый день говорили, что полк отправят на линию Можино, но слухи не подтверждались. Прошло четыре месяца. Полковник стал своим в салоне маркизы Даниор. Престарелый Гран-Мизон обсуждал с ним операции против Баку, а местные археологи его расспрашивали, не грозят ли Пуатье воздушные бомбардировки. Офицеры завели себе любовниц. Солдаты задолжали всем кабатчикам, обследовали все публичные дома. Андре каждый вечер вычеркивал в карманном календаре еще одно число. Его приятель Лорье говорил, интересно, потеряли мы день или выиграли? Жизнь была монотонной, как в тюрьме. Маршировали, подметали длинный двор, ели суп с репой, потом бродили по городу, знакомились с продавщицами, смотрели в кино старые картины, пили аперитивы, потом сидели возле чугунной печки, отрыгивая и посапывая, дремали. Андре разглядывал лица, которые постепенно освобождались от напряжения, забот, хитрости, и лица напоминали пейзаж. Андре думал о сходстве человека с землей, о связи между гончаром и глиной. И в такие минуты Андре хотелось работать. Он издевался над собой, в Париже не писал, а здесь тоскую по краскам. Лорье сказал, через неделю выступим. Андре мерещились огромные клубы дыма, холод рассвета, проволока, смерть пустая и белесая, как те невыносимые дни, бессолнечные, но слепящие, когда предметы теряют цвет и форму. Андре легко сходился с людьми, в Париже он жил одиноко, среди холстов на голубятне. Здесь он оказался с другими, слушал, рассказывал, смеялся, шутил. Особенно он подружился с Лорье, это был музыкант из Авеньона, играл в кафе. Беспечный, ребячливый южанин, он пел «Все прекрасно, госпожа маркиза». Минуту спустя говорил «Война на сто лет». Потом смеялся, полковник поднес Богородице восковые руки и ноги, авансом, чтобы его не ранили. Бретонец Ив вздыхал, земля здесь хорошая, и коз много, а у нас нет коз. И кто это придумал, чтобы воевать? Он останавливался возле каждого дерева, будто встретил земляка. Андре с ним подолгу беседовал об удобрениях, ячмене. Ив иногда ночью хныкал, тосковал по жене, по детям, по дому. Нивель был прежде официантом в большом кафе. Два месяца он пролежал в госпитале на испытании. Жена приносила ему герань. Нивелю сказали, что от герани у него начнется сердечная болезнь, и тогда его освободят. Но герань подвела. Нивель горячился, зачем они меня держат? Я вырабатывал 80 франков в день, помножь на 30, а теперь дела идут еще лучше. Мне вчера сказал официант в кафе-де-Пари, что он зарабатывает вдвое против прежнего. Значит, помножь 2400 на 2. Я понимаю, что им наплевать на меня. Я тоже на них наплевал бы, если бы мог. А сколько таких, как я? По меньшей мере, 3 миллиона. Он вытаскивал обглоданный карандаш. Получается 14 миллионов 400 тысяч. Помножь на 12. Бухгалтер Лобон боялся самолетов. Хоть бы просто застрелили, а то сверху. Утешался он тем, что жена далеко, не выходила из домов терпимости. Все равно убьют, хоть на прощание узнаю, что такое свободная жизнь. А молоденький, тщедушный Жевер писал стихи о Черной улице и сумасшедшем шарманщике. Все эти люди жили вместе, томились, пьянствовали. Кто-нибудь прибегал, завтра трогаемся. Начиналась сумма Тоха, писали письма, обнимали девушек, потом объявляли ложная тревога. И снова и вздыхал. Зачем? Андре как-то сказал Лорье. И не думай понять. Все перепуталось. Кто с кем. Впечатление давки, только никто не двигается с места. А слушать, что они говорят, все равно правды не скажут. Плутуют, стараются друг друга перехитрить. Представь себе, что я сел писать. Тюбики с краской. Нажмешь киноварь, выползает черное. Нажмешь белило, а там краплак. Нет, лучше не думать. Когда радио переходило от веселой музыки к сообщениям, его закрывали. Надоело слушать, что Даладье стоит за культуру, что на фронте не произошло ничего существенного, и что немцы потопили еще 17 тысяч тонн. Город забыл про войну. Жизнь на несколько недель потревоженной мобилизации снова вошла в русло. Парикмахер Шардоне выиграл 200 тысяч в лотерее. Вышел очередной номер археологического журнала, посвященный раскопкам в Афганистане. Маркиза Дениор жаловалась, что все вздорожало, и пришлось рассчитать садовника. За садом будет присматривать шофер. Садовник украл у маркизы часы и столовое серебро. Его поймали в доме свиданий. Местные газеты занимались этим делом куда больше, нежели морской битвой возле берегов Уругвая. На большой площади расположился цирк. Три замученных леопарда прыгали с кресла на кресло. В январе полковник изругал Ива. «Вы похожи не на солдата, а на деревенского пожарного». Казармы почистили. Через главную улицу протянули трехцветные ленты. Приехал депутат Пуатье, ставший министром. Мэр в приветственной речи сравнивал Тесса с мужами древности из Клемонсо. Тесса одобрительно кивал головой, потом сказал, «Я хотел в эти исторические дни посетить город, оказавший мне доверие. Я считаю, что в груди сыновей Пуатье пылает священный огонь. Он вдохновлял некогда покровителя Пуатье святого Илера. Ныне он вдохновляет защитника в линии Можино. Все наши помыслы посвящены одному, Победе!» Тесса приехал, чтобы купить участок в департаменте Вьен. Прежде он тратил все, что зарабатывал. Теперь он не знал, что делать с деньгами. А различные акционерные общества, в правлениях которых он состоял, процветали. Конечно, можно перевести деньги в Америку, но зачем? Они станут цифрой, абстракцией, да и ненадежно. Тесса теперь не верил ни в акции, ни в доллары. Только одно непреложное – земля. Можно купить красивое поместье, на Пасху привезти туда полет, забыть среди цветов о войне, о бретейле, о генералах. Еще недавно Тесса посмеивался над Лавалем. Аверниякс, Капидом, знает одно, скупает землю. А сейчас он с волнением разглядывал в конторе нотариуса планы, фотографии. Вот эта усадьба не дурна. Фасад восемнадцатого века, парк в духе малого Трианона и все удобства. На следующий день он приехал в Пре-Де-Ден, так называлось облюбованное им поместье. Он надел на себя шерстяное белье и два вязаных жилета. Стояла на редкость суровая зима. Часто Тесса думал, что с Люсьеном. Видел сына замерзшим. «Совсем как в Финляндии», – сказала нотариусу. «Кстати, вы читали сегодня газеты? Этот маршал с немецкой фамилией молодец. Я лично уверен в победе». Голая нимфа держала бронзовый кувшин. Из него торчали, как стрелы, сосульки. Казалось, и нимфе холодно. Тесса сказал, «Дом прекрасный. Мне нравятся сочетания лепные потолки Людовика пятнадцатого и центральное отопление». Он вернулся в город под вечер. Вспомнил, как покупал в кондитерской конфеты для Денис и приуныл. Почти четыре года прошло. Не будь войны, скоро пришлось бы предстать перед избирателями. Но теперь и другие заботы. А хорошее было время. Он единственный кандидат. Все перед ним отступили. Дома его ждали Амали, дети. Денис улыбался. Даже Люсьен старался быть любезным. Как Амали обрадовалась бы, узнав, что он купил предеден. Она любила деревенскую жизнь, кур, овощи. А для кого теперь эта усадьба? Для полет? Но она его бросит, как только подвернется богатый мальчишка, вроде сына Меже. Нет, земля для него и только для него. Он вдруг подумал о другой земле на кладбище Парлаше с рядом Сомали. Готов был заплакать, но, к счастью, вспомнил, что вечером прием в его честь у маркизы Дениор и утешился. Маркиза встретила его восторженным щебетом. Мы рады вас приветствовать, как соседа. Хорошо, что вы выбрали Пуату. Тысса нашел в салоне местных аристократов, археологов, несколько военных и своего былого соперника, старика Гран Мезона, который кричал, «Их надо проучить! Я не понимаю деликатности англичан, войти в Черное море и точка!» Обступили Тесса. Он пил жидкий чай и важно объяснял. «Все разворачивается согласно плану. Нельзя рассматривать Германию как нечто целое. Зима их многому научила. Бегство фон Тиссена важнее военной победы. Рейхсфорд возмущен. Я предвижу возможность серьезного разговора с немцами. Такой человек, как Геринг, прекрасно понимает положение. А Гесс...» Он осведомился о судьбе своих противников. Ставленник Бретеля, агроном Дюгар, был мобилизован, ведал поставками бензина, а слесаря Дидье отправили в концлагерь на острове Ре. Тесса вздохнул. «Ужасно, что приходится прибегать к таким мерам. Но ничего не поделаешь. Враг стоит у границ Франции». Тесса уехал на следующий день. Батальон отдавал ему почести. Андре много раз слышал рассказы Люсьена об отце, но никогда он не видел Тесса. Он удивился. Маленький, как птичка. От Тесса торжественно прошел мимо солдат, потом вытер рукой в лайковой перчатке длинный нос, раздалась Марсельеза. Солдаты говорили о приезде Тесса. Все знали, что он купил поместье. Ив вздыхал. «Вот сукин сын!» «Пронюхал, что земля хорошая. И денег не пожалел. Мне говорили, что земля здесь здорово вскочила с трех франков на двенадцать». «Ему-то что?» проворчал Ниваль. «Он на каждом снаряде зарабатывает, как я когда-то на каждой кружке пива. А чтобы отпустить меня, это ему не придет в голову». Лорье сказал. «Лицо у него постное. С таким лицом только на похороны ходить. А он кричит «Победа!» «Пойдем, что ли, в цирк?» В цирке пахло пудрой и звериной мочой. На юпочке наездницы сверкал стеклярус. Мартышка кашляла, ревела огромная шарманка, и Андре вспомнил четырнадцатый июля, карусель, голубого слона. «Где теперь Жанет?» Расхваливает пилюли, плачет. «Не повезло. Прежде он думал, ему, теперь знает всем. Лорье прав, мира они не увидят, если даже подпишут на год, на два, а потом снова. Ир думал о своем. Замечательная земля. А крестьяне здесь хитрые. Подмешали к хлебу просо, чтобы не сдавать. Скот режут. Говорят, зачем бумажки? Никому не верят. Земля вот как вздорожала. И кто только это придумал? Леопарды жмурились от яркого света, прижимали уши. Щедушный укоротитель в малиновом фраке до одурения щелкал бичом. «Неудобно им в кресле», — сказал Живер. И снова шарманка. Андре вышел с Лорье. Говорил, самое страшное равнодушие. В цирк ходит, все кафе полны, писа покупает землю, крестьяне прячут пшеницу. А что будет завтра? В ту войну было иначе. Может быть, глупее, но человечней. Кричали в Берлин, громили немецкие лавки, ругались боши, дрались. Страсть была. Клемонсо лез на стену, говорил, мы будем защищаться под Парижем, в Париже, за Парижем. Потом прокламации. Ленин сказал, и все кипело. А теперь такая тишина, что выть хочется. Я себя чувствую, как эти леопарды. На афише сказано, грозные хищники, а они хуже драной кошки. Мне страшно, Лорье. И Лорье ответил, мне тоже. Солдаты шутливо спрашивали Люсьена, ты, может, родственник? Он отвечал, однофамилец. И все же фамилия озадачивала. Осторожно, майор отправил Люсьена санитаром в госпиталь, подальше от шальной пули. В бывшем монастыре содержали душевно больных. Люсьену приходилось вязать буйных, кормить через нос меланхоликов. Сержант лежал привязанной к койке, хотел колоть штыком. Кричал благим матом солдат Беран. Все его пугало. Щетка, плевательница, очки врача. Другой рисовал голых солдат с женскими грудями. А изможденный марселец с утра до ночи повторял формулу военных сводок. Ничего существенного! Ничего существенного! Один солдат признался Люсьену. Я нарочно. Прежде думал, что печень вывезет. В лиможе пятнадцать яиц глотал. Противно вспомнить. Не вышло. Отправили на фронт. Придумал, мычу как корова. Только ты меня не выдай. Люсьен пожал плечами. А мне что? Нычи. Санитары играли в карты, усердно посещали дома терпимости, ниши, где когда-то стоялись святые, были забиты бутылками из-под вина. Люсьен сидел возле печурки. Это было его единственной радостью. Он думал, понимаю огнепоклонников. Его вдохновлял огонь. Притихше было, который приподымался, креп пожирал доску. И волосы Люсьен оказались продолжением огня. Женни написала, что уезжает в Америку. Оправдывалась. Консул настаивает. Уверяла, что они обязательно встретятся в Париже или в Нью-Йорке. Он кинул письмо в печь. Только теперь он понял, что любит Жанет. Говорят, что время враг, неправда. Время снимает шелуху. Так исчезают неискренние горести, надуманные страсти. А подлинные чувства остаются. Для Жанет он чужой, как для него Дженни. Это странная игра. Картинка разрезана, надо ее составить. На один кусок не подходит к другому. Радио хрипело, не произошло. И душераздирающий вопил Марселец. Ничего существенного. После Нового Года Люсьен потребовал, чтобы его отправили на фронт. Он думал, что близость смерти и все скрасит. Он нашел скудный быт, холод, ругань, снаряды аккуратно убивали, к этому привыкли, зевали, лотерея. Люсьен нашел собеседника. Это был высокий нормандец с лошадиной челюстью и восторженными глазами по образованию археолог. Звали его Альфредом. Он рассказывал Люсьену о раскопках в Сахаре, кости погибшего мира. И Люсьен вспоминал льды, пингвинов. Потом говорили о войне. Альфред был доверчив, доказывал, что до ладьи за свободу после победы начнется расцвет искусства, афины, возрождение. Люсьену было совестно его разубеждать. Он только изредка перебивал Альфреда. Хорошо, что ты их не знаешь. Увозили солдат с отмороженными ногами. Теплые носки казались недоступной мечтой. Пошли слухи, что солдат отправят в Финляндию. В холодный февральский день, когда мир казался мертвым, белое поле, а над ним красное воспаленное солнце. Позиции осматривала парламентская делегация. Сопровождал депутатов генерал Пикар. Еще недавно уверяли, что Пикар пошлют в Сирию. Вейган называл себя пожарным, говорил, что призван потушить пожар на Ближнем Востоке. Пикар возражал. На войне зажигательная бомба куда полезнее шланга. Пикар разработал план кампании. Сирийскую армию он называл Бакинской, но события в Финляндии заставили его повернуться к северу. Он заявил Теса, мы должны послать солидный экспедиционный корпус. С немцами воевать мы не можем. Да и не хотим. А держать людей без дела опасно. Коммунисты работают. К весне начнутся беспорядки. Только эффектная победа в Финляндии может вывести нас из тупика. В парламентских кулуарах говорили о Лапланской руде, о колосе на глиняных ногах, о сочувствии Рима. Депутаты приехали, чтобы убедиться в солидности линии Можино. Прежде чем одобрить северную экспедицию, нужно проверить, хорошо ли заперты все двери. Три радикала, два правых, один социалист. За исключением Бреттейля, это были люди ничего не смыслящие в военном деле. Они казались зрителями, случайно попавшими на сцену, стыдили своих шляп, брюк. Один из них, добродушный толстяк, попросил, чтобы ему дали шлем. Боюсь, за голову. Задавали дурацкие вопросы, осматривали доты, как туристы средневековый замок, охая и ахая, а увидев тяжелое орудие, стали пугливо ежиться. Генерал Пикар шел с Бреттейлем. Говорили о перспективах северной кампании. Бреттейль был настроен радужно. Это поворотный пункт. Я боялся, что социалисты затормозят, но Блюм молчит, а Виар рвется в бой. Вопрос об отправке альпийских стрелков решится в ближайшие дни. Они прошли мимо поста. Люсьен отдал честь. Он вспыхнул. Вдруг Бреттейль его узнает, но Бреттейль был поглощен разговором, да и не в его привычках было разглядывать солдат. А Люсьен погрузился в мучительные воспоминания. Даже зрелище депутатов, которые шли согнувшись, как будто над ними летают пули, не смогло его развеселить. Он понял, что значит сгорать от стыда. Да, его прошлое постыдно. Как мог он поверить этому бездушному человеку? Нетрудно догадаться, о чем Бреттейль беседует с Пикаром. Хотят поставить Францию на колени, мстят за 36-й, уведут войска в Сирию, Финляндию, все равно куда. И впустят Гитлера. Люсьен вспомнил, как отец, возмущаясь изобастовками, повторял немцы и то лучше. Все они таковы. Может быть гранделище самый невинный, а людей убивают. Вчера убили Шарля, это был горец, пастух, играл на дудке. За что его убили, подлецы? Вечером он сидел на корточках у маленького костра рядом с Альфредом. Мерзые молчали. Потом Альфред начал. После резолюции Лиги наций Люсьена прорвала вздор. Все это слова, а за ними предательство, личные интересы, мелкие обиды. Ты видел Бреттейля? Святой, метит в рай. И, конечно, патриот, когда говорит о лотаринге в голосе слезы. Но, между прочим, он знает, что Грандель немецкий шпион. Покрыл его. Ты думаешь, Пикар готовился к войне? Он был занят другим, подготавлял фашистский переворот. Откуда пулеметы? Из Дюссельдорфа. А деньги кто ему давал? Немец, Кельман, грязь. Что ты мне рассказываешь о легенации? Ты лучше скажи, за что убили Шарля? Люсьен долго говорил о верных, о сборищах у Монтиньи, о предательстве. Промолчал только о том, как достал письмо Кельмана, не мог признаться, что он сын Теса. Это ему казалось самым позорным. Альфред сидел убитый, глаза его помутнели. Он все начинал, но, но, наконец, выговорил, но, если так, надо рассказать всем, свергнуть, спасти Францию, Люсьен злобно засмеялся. Как Дженни, честное слово. Была такая американочка, я с ней жил, вернее, с ее долларами. Она мне тоже сказала, тогда нужно устроить революцию. Поздно, милый. Что вы в 36-м делали? А теперь ничего не поможет, разобьют нас и посадят гаулейтером Бретеля. А может быть, просто все снесут к черту и нас с тобой, как твои раскопки. Через 20 веков найдут в земле зажигалку Дон Хиля, мотор Местершмитта, череп благородного Виара, и пойдут вздыхать. Удивительная была цивилизация. Я тебя утешил, мы этого не скажем. Да чего холодно и, откровенно говоря, надоело. Новый год Жилео встретил с женой и Шурином. Альфред, военный врач, приехал с фронта на три дня. Пошли в ресторан, выпили две бутылки шампанского, какие-то девушки кидали бумажные шарики, розовые и голубые. Альфред застенчиво щурился и говорил «Бомбы!» Жилео произнес тост «За победу! Я вижу наших солдат, встречающих Новый год в Берлине!» и суеверно схватился за край стола. Альфред отвернулся. Развязанность Жилео его стесняла, а Мари, нежно глядя на брата, вздохнула «Только чтобы тебя не убили!» Жилео стал объяснять «Это логически бесспорно. К концу года у нас будет пять тяжелых орудий против одного немецкого». «Не знаю», ответил Альфред «Я ничего в этом не смыслю, но с сыворотками плохо, боюсь, как бы нас не застали врасплох. На той войне столбняк», Жилео его перебил, не выносил разговоров о болезнике смерти. На следующий день Альфред уехал. Жилео о нем не вспоминал. Милый, но бесцветный человек. А Мари часто плакала, боялась, что брата убьют. Напрасно Жилео ей говорил «Врачи в тылу, им ничего не грозит». Она повторяла «Вдруг...» Жилео жил, как всегда, лихорадочно. Теперь его голова была начинена трудновыговариваемыми финскими именами. Засыпая, он видел обледеневших людей, как сталактиты, свисающих с неба. И от этого становилось холодно, натягивал на голову одеяло. Жилео не был жаден, хотел всех подпустить к пирогу. Он послал десяток приятелей в Финляндию и в Стокгольм. Своему двоюродному брату Мариусу расторопному Марсельцу он посоветовал «Устрой вечер гала. Расскажи что-нибудь о Маннергейме в пользу финских лот. Золотое дело». И недели две спустя Мариус перед изысканной публикой, не спуская глаз с Жозефиной Монтеньи, щебетал. Однажды маршал сидел под деревом. Страшная революция только-только начиналась. Подошел оборванный нахальный солдат, большевик, и попросил прикурить. Я забыл сказать, что маршал курил сигару. В возмущении он поглядел на солдата и, рискуя своей жизнью, ответил, «Да я лучше проглочу эту горящую сигару». Да, мы аплодировали. Сбор достался, конечно, не лотом, а Мариусу. Жилео давно хотел отблагодарить типографа Пуарье. Тот ни разу не напомнил о срочных платежах. Теперь подвернулась оказия. Генеральному штабу потребовались карты Финляндии. Жилео порекомендовал Пуарье. Сообщив типографу о заказе, Жилео сказал, «Мой друг, это все равно, что найти на улице четыреста тысяч. Только не смотрите на карту, варварские имена, можно сойти с ума. Пула с Ярви. Мне кажется, что у меня теперь во рту не язык, но глина». Дела газеты шли прекрасно. И все же толстяк был меланхоличен, боялся, сам не знал чего. Дважды в день приносили сводки, ничего существенного. Париж богател и развлекался. Жилео говорил, «Вы только поглядите, раскупает дома и автомобили, как плюшки». В газете рядом с фотографиями финских стрелков красовались отчеты о лыжных состязаниях в Межеве и Шамони. Парижские модницы не хотели отстать от солдат Маннергейма, но Жилео не верил ни хорошеньким лыжницам, ни сводкам. С миром приключилось что-то страшное. Подумать, какие стоят холода. В Севилье снег, а в Аргентине каждый день сотни людей умирают от солнечного удара. В Турции трясется земля, все это не к добру. Жилео стал еще суеверней, не расставался с кусочком дерева. По ночам думал, кажется, я прошел под лестницей не к добру. Когда Мари вздыхала от Альфреда давно нет письма, он отвечал «Кутит», но сжимал в кармане щепку, не сглазить бы. В Париж приехал рурский магнат барон фон Тисен. За ним бегали фотографы, ему улыбались красавицы. В лаву Анувель появилась фотография его собачонки. Жилео знал, что с немцем нянчится Бретель. Фотографиями дело не кончилось. Позвонил Бретель. Газета должна напечатать заметки фон Тисена. Это нам на руку. Намечается взаимное понимание. Жилео направился в отель Грион, где остановился барон. Он долго ждал в пышной гостиной. Потом к нему вышел немолодой презрительный человек. Жилео кокетливо нагнул голову, улыбнулся, стал говорить о свободе, о братстве народов. Фон Тисен процедил. Простите, я занят. Дал рукопись и ушел. Жилео, раскрыв папку, прочитал. В ту весну я вместе с Гитлером разработал план кампании против коммунистов. Он пришел домой измученный. Увидав, что Мари плачет, сказал, за Альфреда можешь не беспокоиться, войны нет и не будет. Если бы ты видела этого немца, такому место в концлагере, а он сейчас поехал к Теса, честное слово. Завтра начинаем печатать его мемуары. Мунтиньи мне сказал, контакт налаживается, понимаешь? Не плачь, Мари, с Альфредом ничего не будет, войны нет, разве что в Финляндии. Жена отняла платочек от арта и тихо сказала, Альфреда убили. Только тогда же Лео заметил на столе большой желтый конверт без марки. Полк, где находился Мишо, отправили в Гавр. И Мишо всполошился в Финляндию. Москва была для Мишо порукой, что его жизнь не напрасна, что счастье не только слово. Все, что делалось там, было таинственным и в то же время знакомым, близким, своим. Он блаженно улыбался, когда по радио рассказывали о цитрусовых рощах Абхазии. Он следил за тем, как строят московское метро, как будто это строили его дом. Говорил, в Брюсселе наши пианисты получили на конкурсе первую премию. И слово «наши» у него выходило естественным. как-то как-то сказал Денис «там и цветы за нас». Да-да, обыкновенные цветы, ромашки или колокольчики. Когда становилось не втерпеж, он разглядывал карту Советского Союза. Огромное зеленое пространство успокаивало. Даже при последнем свидании с Денис он спросил, как выставка в Москве. Он видел этот далекий город, будто прожил в нем десятки лет. За него готов был умереть. Не он один. Его преподымала общность веры. Вокруг сотни солдат думают так же. Да и в других полках это было тайным братством миллионов. И вот ветер ходит по широким улицам Гавра, рвет занавески, опрокидывает щиты с рекламами, кружит прохожих. Кричат портовые сирены, скрижещат зубами лебедки, день и ночь идет работа. Говорят об экспедиционном корпусе. Мишо отводит в сторону то одного то другого солдата. Он не знает кто коммунист. Но есть множество примет. Вздыхает что нет юма. Потешается над благородством Виара. Говорит о Торезе наш Морис. Мишо шепчет. Если пошлют против русских, мы должны отказаться. Вкрыть они не смогут. Вся страна узнает. Не знаю, что другие скажут. Ведь это не выборы. Здесь пахнет расстрелом. Мишо любили за смелый язык, за веселость. Когда он срезывал сержанта, поддерживали. Но другое дело пунтовать. Мишо и сам не знает, что скажут солдаты. Он уговаривает, объясняет, вдохновенно рассказывает о большом северном городе, за который сражаются русские. Там широкая река, в дворцах рабочий, там жил Ленин. Он ругает наемников, готовых оголить фронт. Он с каждым говорит по-другому, говорит, волнуясь, торопясь, могут завтра отправить. Узнав, что его полк входит в экспедиционный корпус, полковник Кирье потерял сон. По ночам он раскладывал пасьянсы. Это был вспыльчивый, слабохарактерный человек. На войне он показал себя храбрым, получил два креста, был равнодушен к смерти, но жизни боялся. Боялся начальства, хитрой сети политики, доносов, уличных демонстраций. Всю зиму полк простоял в Пикардии. Кирье решил рыть укрепление. Нельзя оставлять людей без дела. Но генерал Пикар разнес его. Кто вас просил вызывать панику? Они не могут прийти сюда. Вы наслушались пораженцев. Кирье перепугался, кто их поймет. Все это политика. Он приказал прекратить работы, заявил укрепление ни к чему, только пораженцы могут думать, что немцы придут сюда. Теперь говорят о Финляндии. Неизвестно, что скажут солдаты. А там начнут брататься с русскими. И кто это придумал? Всегда говорили один враг лучше двух. Как можно победить Россию? Даже Наполеон там завяз. Неужели Гомелен допустит? Впрочем, и Гомелен бессилен. Все решают политики. И полковник в отчаянии отбросил карты. Пассиан снова не вышел. Не хватало двух валетов. Шестой раз. Значит конец. А Мишо говорил товарищам. Видали границу? Укреплений нет. Людей снимают, хотят воевать с русскими. А сюда пустят гитлеровцев. Вот их война. Тусклая лампочка едва освещала лица. на беленой стене бились длинные тени. Напрасно хотел Мишо понять, что означает молчание. Разные люди, слесарь и заньер, кажется, коммунист, крестьянин, говорит, что у него хороший дом, комива и жор, продавал швейные машины, носильщик, мясник, почтовый служащий. О чем они думают? Развязка наступила неожиданно. Должен был приехать пекар. Выстроили две роты. Кирье стоял понурый, не глядел на солдат. Вдруг сзади крикнули «Куда везут?» Полковник покраснел, вытер платком лицо. «Кто кричит?» «Все!» Кирье растерялся. Он не грозил, не пробовал уговаривать. У солдат отобрали винтовки. Говорили, будто отдадут всех под суд. Ночи люди не спали, припоминали детство, мирную жизнь, семью. Допрашивали, кто зачинщик. У всех было в голове Мишо, но никто не назвал его. А над городом металась марковская буря. На следующий день Пикар сказал полковнику, придется трех-четырех расстрелять для страстки. Тогда Кирье закричал, вы понимаете, что это значит? Они нас убьют! Он тотчас запомнился, покорно опустил голову, ждал под суд. Ему казалось, что зачинщик он. А Пикар отвернувшись, барабанил по грязному стеклу. Он забыл, что рядом стоит подчиненный. Он повторял себе Марна, Верден, все в прошлом. Разве это армия? Орда, сброд? Сколько раз он говорил Бретелью, осторожно, это не пройдет даром. Конечно, Северная Компания могла бы поднять дух, но радикалы, как всегда, колеблется, а среди солдат много коммунистов. Что же делать дальше? против немцев не пойдут офицеры. Честнее сразу сказать, сдаюсь, ищут целы не только фигуры, пешки, но партия проиграна. Он поглядел в окно. Люди обступили газетчика. Ветер вырвал листы и погнал их по длинной прямой улице. Лавуан Вэль, последнее издание, слухи о переговорах между Хельсинки и Москвой. Теса ел яйцо всмятку, когда ему принесли телеграмму. Мирные переговоры с Таггойм финская делегация славопрыгали. Желток яйца замарал жилет. Теса морщился, как будто испытывал физическую боль. Собравшись силами, он позвонил Даладье. Какое несчастье! Даладье ответил, что выступит по радио, предложит финнам сопротивляться, экспедиционный корпус готов. Теса замотал головой, поздно, мой друг, не поверит, надо подумать о другом. Даладье стал говорить о трагедии маленьких наций. Теса в досаде оборвал, конечно, трагедия, и не только для финнов. Можешь верить моему нюху, кабинет не продержится недели. Теса стал подсчитывать голоса, большинство будет против. В мире царит несправедливость, Теса придется расплачиваться за ошибки какого-то Маннергейма, и Теса проклинал финнов, дикари! Случилось, как он предполагал. За правительство голосовало меньшинство. Выплыл Рейно. Теса его ненавидел, гном, вундеркин, макака. Рейно предложил Теса сохранить министерский портфель. Теса ответил, «Я подумаю, посоветуюсь с друзьями». Прежде всего он поехал к Даладье. Тот пил аперитив, глядясь под лоби, сказал, «Рейно, это катастрофа». Но я решил остаться на посту до конца. Большего Теса от него не добился. Решил обратиться к Братаэлю. Это человек завтрашнего дня. Если Братаэль посоветует перейти в оппозицию, Теса откажется от портфеля. Нужно уметь переждать, проявить гражданское мужество». В кабинете Братаэля Теса увидел высокого голубоглазого человека. Я имел счастье познакомиться с господином министром накануне Марсельского конгресса. Теса смутно припомнил делегат Кольмара, «Не дал фуже говорить». И Теса дружески улыбнулся. «Как же помню!» Когда Вайс вышел, Братаэль сказал «Не удивляйся, что ко мне приходят радикалы. Мы проводим национальное объединение. Вайс работает с Гранделем. Вообще я считаю, что дела идут неплохо». Его добродушный голос озадачил Теса. «По моему очень плохо. Финны нас подвели. От Рейно можно ждать я тоже не из его поклонников. Английский приказчик хочет, чтобы мы стали доминионом. Но Рейно мотылек. Он не доживет до лета. Пока что мы его используем. Он берет Гомелена, это плюс. Мы должны выдвинуть Пикара. Потом карлик влезет на ходули. Он должен выкинуть что-нибудь эффектное. И на первом прыжке он сорвется. Он предложил мне портфель. Но я хочу отказаться. Ни в коем случае. Ты должен считаться с национальными интересами. Надо иметь в кабинете своего человека. Ты Саня заставил себя упрашивать. Хорошо. Он будет работать с Рейно. Левые за это простят ему многое. Он боялся правых, но вот его благословляет Бретель. Конечно, он останется. Приятнее быть министром, да и почетнее историки отметят, что ты сам не покинул боевого поста. Получив список нового правительства, Жалео закричал, как вам нравится. Из 30 министров 16 адвокатов, и они называют это военным кабинетом. Принесли агентские телеграммы. Жалео побледнел. Ужасные ауспицы. Заговорила Этна. Это неспроста. Они плачут, что прозевали Финляндию, а я боюсь, как бы макаронщики не пошли на Марсель. Когда типограф Пуарье сдал заказанные ему карты, в штабе удивились, какая Финляндия. Но деньги уплатили. Прошло три недели. Рано утром Жалео узнал о минных полях возле норвежских берегов. Он тотчас позвонил Пуарье. Поздравляю вас с новым заказом. Рейно тоже захотелось к белым медведям. Теперь им понадобятся карты Норвегии, увидите. Только не продешевите. В Монтиньи состоялся пышный прием. Впервые правые честовали Теса. Были Бритейль, Лаваль, Фланден, Грандель, Меже, генерал Пикар. Да, мы обсуждали, где лучше всего провести каникулы. Супруга Пикара остановилась на Бриансоне. Это возле итальянской границы. Муж говорит, что Муссолини ни в коем случае не решится. А я хочу немного отдохнуть от этой ужасной войны. госпожа Меже решила провести несколько недель в Биарице. Океан, элегантное общество. Спросили муж, куда она поедет. Муж хочет, чтобы я отдохнула в Швейцарии, не знаю. Она вспомнила кокетливую швейцарскую гостиницу, смех туристов, затылок кельмана, колокольчики коров и потом расплату. Искаженное гримасой лицо Люсьена. Госпожа Монтиньи сильная декольтированная, с припудренными плечами подчевала гостей. Сегодня вторник, ужасный день. Ни мяса, ни кондитерских изделий, ни ликеров, но, слава Богу, французы не педанты. Дорогой генерал, я вам рекомендую арманьяк из погребов моего брата. Вы чем-то озабочены? Нет, арманьяк прекрасный. Какие новости? Невеселые. Я говорю о военных событиях. Генерал вздохнул. Они уверяли, что удержат дорогу Берлин-Осла. На немца не церемонится. Остался самый север. Положение... Ты, Сара, слышал только последнее слово, подхватил. Положение, безусловно, окрепло. Я ждал солидного большинства, но, скажу прямо, единодушный вотум палаты меня изумил. Какая зрелость политической мысли. Мы теперь выражаем действительно волю всей Франции. Не правда ли, генерал? Пикар стал говорить о Бергене, о фиордах. Теса отмахнулся. Это детали. Пикар его раздражал. Типичная слепота военного. Куда забрались немцы? Пустынная нищая страна. К фиордам ездили чудаки, любовались полуночным солнцем. Хорошо, что это отвлекает их от наших границ. И Теса сказал, Норвегию затеяли англичане. Мы тут ни при чем. Адмирал Дарлан негодует. прямо говорит, что лучше Гитлер. Бретель усмехнулся. Англичане? Я их видел когда-то на Сомми. Они каждое утро в окопах брились, а в пять часов пили чай с тостами. Посмотрим, что они будут делать в тундре. Или треска съест их. Представляю, как перепугался Рейно. Да, гному невесело. Я думаю, что правительство Австралии то пользуется большей независимостью. Ха-ха, мы на положении кенгуру. Ты Са нашел необходимым ступиться за правительство. Конечно, Рейно англоман и сноб. На графине Депорт умная женщина. Это, так сказать, герия. А я действую через приятеля графини Будуэна. Кто-то фыркнул. Любовник любовницы, Песа продолжал. Жаль, что в кабинет не вошли наши друзья Бретель и Лаваль, но будьте уверены, в норвежском вопросе мы не пойдем на авантюру. Я первый настаивал на помощи Финляндии. Франция всегда протягивала руку слабым. А в судьбе Норвегии мы не заинтересованы. Это спор между англичанами и немцами. Пускай Черчилль расхлебывает. Что касается нашей территории, мы гарантированы от сюрпризов. Через Голландию они не смогут пройти. Голландцы откроют шлюзы. Испытания прошли блестяще, а бельгийские укрепления мало чем уступают линии Мажино. Конечно, у немцев некоторое преимущество в самолетах и танках, но этого недостаточно. Генерал Леридо говорит, что для настоящего наступления немцы должны выставить шесть орудий против одного. Значит, их партия проиграна. «Наше слабое место тыл», сказал Меже. «Коммунисты снова подняли голову. Завастовка в Корневе может распространиться. Поглядите, вот их листовки». «Возмутительно. Напрасно не расстреляли депутатов. Им создали рекламу. Теперь все цитируют речь гряза на процессе». «Весь процесс был ошибкой. Я говорил до ладья, надо было или держать их в тюрьме без суда, или подвести дело под государственную измену. Мы связаны с законами», писав вздохнул. «Посмотрите приговоры. Два-три года тюрьмы». «Кого это может остановить?» «Райно тряпко. Амандель слепо ненавидит Гитлера. Это опаснейший демагог. Он мечтает стать эмиссаром коммуны. Я рассчитываю на поддержку Сироля. Он социалист, но порядочный человек. Счастье, что ему дали портфель министра юстиции. Он прямо говорит, что московскую язву следует выжечь железом». «Теса выпил рюмку арманьяка и загрустил. Могут расстрелять Денис». Но быстро совладал с собой, стал снова непримиримым, мужественным. Гости одобрительно шумели. «Теса» стоял возле круглого столика. Окаменел, держал в руке щипчики для сахара. Ему казалось, что он стоит у государственного кормила. Потом вниманием овладел Пикар. Он рассказал анекдоты о генерале Горте. К «Теса» подошла Жозефина, тихо спросила «Где Люсьен?» «Теса» растерялся. Впервые кто-то заговорил с ним о сыне. Он ответил, не подумав, пропал. И сразу понял, что это звучит двусмысленно, поправился. Может быть убит. Бедный Люсьен. Его голос дрогнул. Жозефина не выдержала, заплакала. «Теса» тоже почувствовал во рту слезы и поспешно вытер пальцем свой птичий нос. Подошел Монтиньи. «Теса» опомнился. «Нельзя давать волю чувствам. Нужно быть сильным, как Лемонсо». Стал рассуждать. Гитлер сделал еще одну ошибку. Он будет сражаться с моржами. «А мы пока что можем жить и работать». Голоде решил демобилизовать полмиллиона крестьян. «Нужно пахать, сеять, без хлеба не проживешь. Пускай дюканы фужет ликушествуют. Мы покажем миру, что такое французская выдержка». Монтиньи кивал головой. «Правильно». Потом обнял «Теса» и загрохотал на всю гостиную. «Вы хорошо сделали, что купили участок в Пуату. Это пуп Франции, далеко от всех границ. У меня усадьба в Савойе, и, говоря откровенно, я побаиваюсь. Все-таки итальянцы фантазеры, а вот вы можете спать спокойно, в Пуату никто не придет. Я всегда говорил Брителю, что у вас государственный ум. Узнав, что Рейно сел на место Даладье, Меже заявил Гранделю. «Я должен был сдать к первому мая сто восемьдесят бомбардировщиков». «Но положение изменилось. Вы можете сказать министру, что необходимы дополнительные испытания». Грандель улыбнулся. «Я вас понимаю». «Рейно авантюрист. Чего доброго, он втянет нас в настоящую войну. Зачем он послал альпийских стрелков в Нарвик?» «Но я надеюсь, что его скоро свалят. Достаточно одного хорошего поражения. Немцы постараются. Говорят, что его опоздравил десер. Это превосходная примета. Дружба с десером не к добру». Десер еще недавно всесильный стал посмешищем. Им кормились карикатуристы, а Бретель получал жалео. «Напирайте на десера, международный делец, поставщик пушек, плутократ. Естественно, что он за войну до победного конца. Можете его шельмовать, как хотите. Ты сам не обещал, что цензура не будет вмешиваться». Монтеньи приказал жалео начать кампанию против десера. Толстяк жаловался. «Можно менять политическое направление, это в порядке вещей, но десер поддерживал меня в самые тяжелые минуты. Вы понимаете, что значит изменить старому другу? И потом, десер честный человек. Конечно, он не марселец, но он любит Марсель. Я слышал, как он разговаривал с рыбаками в «Кассиси». Это настоящий француз, а я должен писать, что он австрийский, еврей и подкуплен американцами. Десер занимал прежде слишком высокое место. Как только он зашатался, все решили падает. Повторяли «бедняга», хотя у десера еще были и заводы, и акции. Никто не справлялся, как идут его дела. Инженеры Сэна говорили, вряд ли дотянет до годичного собрания. Даже старик садовник усомнился в кредитоспособности своего хозяина и попросил жалования вперед. Десер все больше и больше пил, избегал людей, скрывал от Жанет припадки грудной жабы. Встречаясь с приятелями, шутил, «Позвольте представиться, австрийский плутократ, у которого садовник просит жалования вперед». Собеседник отворачивался. На Десера страшно было глядеть. Болезнь и неудачи размыли его лицо. Оно стало рыхлым, бесформенным. Жанет чувствовала к нему острую, почти невыносимую жалость. Это чувство было унизительным для обоих, и не раз она пыталась озлобить себя. Говорила ему дерзости. Надеялась, что он ответит тем же. На Десер вбирал голову в плечи и глядел на нее добрыми, мутными глазами старой собаки. Тогда она его обнимала, повторяла трогательные, отвлеченные слова. Он шептал «Жанет». Это было заклинанием, как будто Жанет могла его спасти. Он знал, что только она привязывает его к жизни. А смерть он боялся еще сильнее прежнего. Не боли, но пустоты. Ничего не будет, ни хорошего, ни плохого. И от этого хотелось выть. Он часто говорил себе, что губит Жанет, решил порвать с ней, выдерживал несколько недель, потом вдруг будил ее ночью, вбегал, растерян и спрашивал, можно? Она гладила его жесткие седые волосы, а из больших испуганных глаз катились сгозы. Первого мая десер столкнулся с Меже. Произошло это в баре Карлтон. Мне говорили, что вы хвораете, сказал Меже. Нет, я себя превосходно чувствую. Здоровье самое важное, особенно в наше время. Вы знаете, какой сегодня день? Первое мая? И никто об этом не думает. А помните, как в прошлом году мы волновались, ждали забастовок, демонстраций? Обыкновенный будничный день, нет худа без добра. Вы, со мной не согласны. Меже так часто называл десера красным, что сам уверовал в созданный им миф. А десер равнодушно ответил «Спокойно, пожалуй, чересчур». На улице его остановила молоденькая цветочница. «Купите ландыши, 20 су, приносит счастье?» У нее были зубы грызуна, глаза затравленные. Он взял букетик еще не распустившихся зеленых ландышей. «Приносят счастье!» «Нет, не принесут!» «Улыбка мыже!» «Глаза цветочницы!» «Жанет!» «И выхода нет!» «Убьют!» «Кого?» «Жанет!» «Его!» «Всех!» Он жадно пил коньяк у стойки. Радио хрипело «Счастье стоять над ручьем!» «Счастье ни в чем, ни в чем!» Неделю спустя десер встретил Жанет. Она прошла мимо, не заметив его, шла и улыбалась. Он понял, без него она оживает. Пора кончать!» Много раз десер уговаривал Жанет переехать. Она отказывалась. Она жила все в той же старенькой гостинице возле улицы Бонапарт. Он хорошо знал и пышную хозяйку, обсыпанную голубоватой пудрой, и темную винтовую лестницу, каждая ступенька одышка и сомнения. Коридоры пахли уборной, духами, кухней. Комната Жанет была очень узкой. Над камином Дафнис полвека целовал бронзовую хлою. Кто жил здесь прежде? Художник, мечтавший о славе, щитовод, влюбленный в красотку из фоли-бержер, урод с фиксатуарами и яркими галстуками, или немецкий эмигрант, аккуратный и растерянный, без правожительства. По ночам он вынимал открытку с видом мангейма и, сняв ботинки, шагал из угла в угол. В этой плохо проветриваемой комнате одиночество накапливалось, сгущалось. Десер спокойно сказал, мы не должны больше встречаться. Он проговорил эту фразу, боялся, что она спросит почему или поглядит на него, тогда он не выдержит. Но Жанет, отвернувшись, сказала да. Она подумала, ничего не осталось, даже обмана так лучше. А он дивился своему спокойствию, ведь это смерть и не страшно. Была теплая майская ночь, над затемненным городом множились звезды, свели каштаны, куранты на соседней церкви подробно вызванивали четверти. Ночь для влюбленных, усмехнулся Десер. Он стоял у окна. Влюбленных нет. Есть звезды, деревья, стихи. Вот десер мы и состарились. Вы не начинали жить. Я вам помешал. Больше не буду. Не мешать, не жить. Последние слова вырвались против воли. Он рассердился на себя, жалуется. Она подумает, вымаливает. Он всегда знал, что любовь нельзя купить за деньги. Ее нельзя купить и на слезы. А Жанет, не замечая его волнения, ответила, мне не хочется жить. Когда-то хотелось, не вышло. А вам? Я боюсь смерти, то есть не могу понять, как это умереть. Он собрался было уходить, когда загрохотали зенитки, будто свора сорвалась и лают, лают. Мягкое бархатное небо вцепились прожекторы, а сирены сходили с ума. Было в их ревер что-то живое, звериное. Жанет спросила, что это? Скорее всего, начало весна. Я вам говорил, ночь для влюбленных. Они думали, что немцы будут сидеть и ждать. Мажа сиял, да чего спокойно. Жалкие люди, нет, хуже, предатели. А впрочем, все равно. Жанет, неужели вы совсем не боитесь смерти? Она ответила твердо, даже сухо нет. А зенитки все грохотали. Наконец тревога кончилась. Десер сидел у окна в кресле, попросил разрешения остаться до утра. Зачирикли птицы, детские простые звуки, косые лучи, длинные тени, прохлада, провезли овощи на рынок. Прошла молошница. И Десеру показалось, что ничего не было. Ни ночной тревоги, ни объяснения. Он поглядел на Жанет. Она спала. Лицо ее было спокойным, равнодушным. Он подумал, когда закрыты глаза, она обыкновенная. А Жанет, точно угадав во сне его мысли, проснулась, поглядела. Он отвернулся. Она весело сказала, доброе утро, Десер. Может быть, и она забыла про все. В окно донесся смех школьников. Если меня бегемот вызовет, скандал. У меня задача с бассейнами, а мы пошли в кино, поцелуй смерти. Потом загнусавило радио. При третьем ударе будет ровно семь часов в одна минута. Передаем утренние известия. Сегодня ночью германские войска вступили в Голландию и Бельгию. Жанет скрикнула, подбежала к окну. На улице стояла женщина с корзинкой, слушала радио. Отряды парашютистов сброшены на территорию Голландии. Женщина выронила корзинку, и на мостовую посыпалась крупная бледно-розовая земляника. Десер повернулся к Жанет. Я вам говорил, что это начало. Под окном возле газетного киоска толпились люди, рабочие, торговцы, женщины. Все обсуждали события. Как в четырнадцатом могут сюда прийти? Они там завязнут. Допустим, что даже возьмут Голландию. А дальше что? Нам это только на руку. Писали, будто голландцы затопят все. Мало что пишут. За писание платят, а немцы могут спуститься на парашютах прямо на Марсово поле. Десер захлопнул окно. Сколько этих людей обманывали. Он сел в кресло, тяжело дышал, болели плечо, рука. Жанет, поглядите на меня. Я ведь боюсь ваших глаз. слушайте, слушайте внимательно. Я тоже обманывал. Может быть, больше других. Хотел сохранить. А что сохранить? Плеса? Вот и расплата. Не знаю, что с нами будет. Придет Гитлер. Тогда Франции конец. Пьер был прав. Он мне говорил, брось я мертвый. Но убили не меня, Пьера. Жанет, чтобы вас не убили. Ну, прощайте. Видите, с чем совпал наш разрыв. Эффектно, как в театре. А на самом деле просто. И страшно. Он говорил глухо, не связно. Потом надел шляпу и уже стоя в дверях поцеловал руку Жанет. Резко нагнулся. И в поцелуй, в согнутой спине, в дрожи руки сказали сила, чувство, боль, отчаяние. «Жанет, я достану вам паспорт, визу, уезжайте подальше в Америку». Она покачала головой. «Нет, она слишком устала, но сейчас ей невыносимо жалко всех, и голландцев, и людей, которые еще галдят под окном, и десера. Больше всего ей жалко десер. Думает, он все может, а он несчастнее ее раб, кукла, тень. И впервые она обратилась к нему на «ты». «Не убивайся, все кончится, не знаю как, но кончится. Милый мой десер, прощай». Майор Леруа позеленел. Тряслась челюсть. Казалось, он сам с собой разговаривает. А Леридо пожал плечами. «Не понимаю, при чем тут мосты?» Генерал Маке сказал. «Я связался по проводу». «Генерал Маке за такие разговоры следует отдать под суд. Противник в 60 километрах от переправ и убежден, что это диверсия, поскольку наши основные силы проникли в Бельгию со стороны Като Вервена. Но возьмем самое худшее. Удар направлен на нас. Чтобы дойти до Мааса, они должны положить месяц. Я беру хорошие темы наступления. О нашей контратаке. Седьмая армия подошла к Антверпену. Это что же по-вашему оборона или наступление? А при наступательном характере операции только неучи могут говорить о разрушении мостов. Вы меня понимаете, майор? И перестаньте шептать под нас. Я вы? Сразу видно, что вы ту войну просидели в Париже. Первое правило спокойствия. Война вступила в острую фазу. Это естественно. Но мы должны работать как прежде в этом секрет победы. Я попрошу вас изложить мне содержание сегодняшних газет. Леруа сделал над собой усилие. Ромьев Фигаро считает, что наступление противника удастся приостановить на линии на Мюр-Антверпен. Его челюсть снова затряслась. Господин генерал, немцы не в 60 километрах, а в 40. Они заняли марш. Можно подумать, что вы депутат, а не офицер. Во-первых, это непроверенные данные. Во-вторых, если даже патрули противника достигли марша, это ровно ничего не доказывает. Можете идти и пришлите полковника. Леридо развернул большую карту, вошел Моро, как всегда невозмутимый. Чудесный день. Я только что вернулся, был у танкистов. Здесь приятные места, рощи, пригорки. Погруженный в свои мысли, Леридо ответил, местность сильно пересеченная. Так что глупо поднимать панику. Вот посмотрите, я отметил синим карандашом линию фронта. Это совпадает с вашими данными? Рядом с крохотным Леридо полковник казался великаном. Он поглядел на генерала благодушно, даже снисходительно. Фронта нет. Вы отчеркнули марш Лебромон, но ведь это было утром, а теперь четыре часа пополудни. Вы хотите сказать, что они продолжают продвигаться? Они попросту едут вперед. На минуту Леридо смутился, закрыл глаза, у него были мясистые синие веки, но тотчас он направился. Чем хуже для них, мешок вытягивается, а по обе стороны нашей части. Нам остается прощупать, где у них слабое место. Я должен повидаться с генералом Пекаром. Хорошо, что вы со мной. Наш майор потерял голову. Да и мокая. А в положении нет ничего угрожающего. Ваше мнение, полковник? Вряд ли генерал Пекар захочет поставить на карту резервы. Вы ведь знаете, как он относится к этой войне. мы вынуждены действовать. Боюсь, что ничего не поможет. Они бросили не менее 700 танков, а защита слабая. К 47-мм нет снарядов. Это деталь. Можно наконец применить полевые орудия. Я вижу, что и вы поддались общему психозу. Вспомните август 14-го. Тогда было хуже. Я не забуду бегство от Шарла Руа до Мо, артиллеристы бросали орудия, садились на коней, а две недели спустя мы гнали немцев до Эны. Фон Клюк не прикрыл правого фланга, и что же он поплатился, а теперь они наступают узкой колонной. Это безумие, их коммуникации под нашим ударом. Он долго говорил о законах стратегии, о переменчивости военного счастья, о качествах французской пехоты. Полковник стоял у окна и глядел на отлоги холмы с шашешницами полей, рассеянно улыбался. Потом он ушел. Нужно проверить расположение зениток. Леридо остался один, вытер платком потные виски, задумался. Моро человек хладнокровный. Если он и раскис, это плохой признак. Надо признать, что противник продвигается неслыханно быстро. или они сошли с ума, или они дьявольски сильны. Вместо планомерной военной операции какой-то хаос. Трудно разобраться. На линии Можино было куда спокойней, там не могло приключиться таких сюрпризов. Разве это современная война? Это примитивная драка? Перегруппировку произвели еще в начале апреля. Тогда сектор Седана был спокойным тылом. Солдаты радовались, курили контрабандный бельгийский табак. А Леридо скучал. Он был убежден, что немцы не войдут в Бельгию. Зачем им повторять ошибки Вильгельма? Внимательно следил за операциями в Норвегии, ругал англичан. Негацианты, а не солдаты, вот что. По вечерам играл с полковником в шахматы или писал длинные письма Софи. Все произошло неожиданно, как говорил Леридо, безграмотно. Наступление немцев представлялось генералу глупой выходкой. Он успокаивал всех. Они лезут в капкан. Но сейчас его расстроил Моро. Может быть, положение серьезнее, чем он думает. Пренеприятная история с противотанковыми орудиями. А Рейно хочет выдвинуть Деголя. Это честолюбивый неуч. Естественно, что генерал Пикар возмущен. Да, Леридо попал в переделку. Нужно успокоиться. Он положил поверх карты бювар. Решил написать Софи. Дорогая моя пивунья, третий день от тебя нет писем. Я ужасно волнуюсь. Санжа говорит, что в Париже гастрические заболеваниях. Деточка, не ешь сырых фруктов и салата. Я здоровье бодр, хотя последние дни были очень утомительными. Ты, наверное, знаешь из газет, что противник начал операции крупного масштаба. Безусловно, он скоро выдохнется. Погода стоит хорошая, и я каждый день гуляю два часа. Вчера к нам приезжал адъютан генерала Пикара, майор Деграв, молодой человек с большими музыкальными способностями. Он играл нам Григо. Я его поздравил, но про себя подумал, далеко ему до моей Софи. Как я скучаю по тебе, мое сокровище. Мечтаю о дне, когда увижу твои милые ручки, которые, как чайки, носятся по клавишам. Стендаль был прав, говоря, что настоящая любовь. Леридо вздрогнул от грохота, посадил кляпсу и рассердился, не стучась вошел Моро. Придется спуститься. В погребе было прохладно. Таинственно посвечивали пыльные бутылки на полках. Пахло вином. Офицеры зевали, потягивались. Моро сел на бочку, улыбался. Генералу принесли табурет. Леридо дулся, опять не одоле кончить письмо. Майор Леруаль лепетал. Суда метят. Мороки внул головой. У них прекрасная разведка. Стоит нам обосноваться, как сразу поздравлять с новосельем. Придется утром переехать. Я плохо сплю на новом месте. Ничего не поделаешь, ответил генерал. Это война, не маневры. Но надо сказать, люди одичали. В ту войну никто не трогал штабов. Должно быть взаимное уважение. А теперь они нас ищут, как батарею. Далеко мы ушли от рыцарского духа. Они ничем не гнушаются. Вы помните полковник Помпея? Это шедевр. Особенно сцена, когда Корнелия, оплакивая Помпея, узнает о заговоре. Она говорит Цезарю, ты враг, мою ты омрачаешь землю, и вот рабы замыслили тебя сразить, но помощи вот это характер, а благородство стиха. Не обращая внимания на грохот, Леридо декламировал Корнеля. Потом замолк, устал, едва сдерживал зевоту. Майор хотел прикурить, рука с сигаретой подпрыгивала, а Санжена свистывал, все прекрасно, госпожа Маркиза. Замолчите вы, крикнул майор. Простите, это от обстановки, бутылки, бочки, стихи. Можно представить себе, что мы в Кабаре на Монмарте. Когда бомбардировка кончилась, Леридо хотел дописать письмо, но снова помешали, пришел Моро. Представление продолжается, немецкие танки полизали. Леридо поглядел на карту и стал шагать из угла в угол. Он волновался, но не хотел показать Моро, что ошибся. Я вам говорил, полковник, это сумасшедшие. Они даже не пытаются расширить мешок. Он помолчал. Так или иначе, я считаю необходимым взорвать мосты между Монтермейн и Нузоном. У вас есть связь с Моке? Утром была, но я думаю, что они уехали из Нузона. Тогда отправьте капитана Санже. Одновременно предупредите ставку. «Если саперы опоздают, выполнят с воздуха». Наконец-то он дописал письмо. Положение несколько усложнилось, но я не теряю надежды увидеть тебя еще в мае. При таком расходе людей и горючего они должны будут скоро остановить операцию. Береги себя. Санже налил в кофейную чашку коньяку, выпил и простился с Леруа. Экскурсия из невеселых. А час спустя майор узнал, что Санже и шофера застрелили на дороге. Они едва успели отъехать от дома. Прибежали крестьяне. Это немцы. Вздор. Я сейчас поеду проверим. Кто напал на Санже осталось невыясненным. Леридо, увидав два трупа в машине отдал честь. Был спокоен. Полковник Мороз спросил, прикажете мне поехать? Нет. Все ждали, кого пошлет Леридо. Но он сел в машину и сказал, никто не поедет. В конечном счете генерал Маккенни ребенок, он сам знает, что делать, а мосты уничтожат с воздуха. Садитесь, полковник. К нам? Нет. Вретель, мы не имеем права рисковать с собой, это азбука. Он вспомнил оскал мертвого Санже и обрезал губы. У нас отвратительный тыл, вот что. Они ехали медленно, дорога была забита, танки, тягачи, лошади, все это двигалось навстречу, и Леридо несколько успокоился. Наконец-то они поняли, что без подкрепления нельзя ликвидировать прорыв. Возле Шарлевилля машину остановили солдаты, что-то выкрикивали, увидев генерала притихли. Леридо спросил, что случилось? Кто-то позади нерешительно ответил, немцы. И сразу все завопили, десант, убили начальника станции, парашютисты, двух офицеров застрелили. Леридо привстал, гаркнул, «Тише! Куда направляетесь?» Солдаты молчали. Моро усмехнулся, «Дело ясное, дезертиры». Тогда с земли раздался крик, похожий на лай, «Что, генерал, удираешь?» Леридо не потерял самообладание, «Молчать!» Он поглядел на обидчика и увидел, что солдат ранен. Земля кругом была в крови. Леридо распорядился, «Меже, мы его довезем до перевязочного пункта». Раненого посадили рядом с шофером. Он молчал, глаза были закрыты. Напрасно Меже гудел. Густой толпой шли беженцы. Многие гнали скот, приходилось пробиваться сквозь стада. Крестьянские телеги плелись в два ряда. Леридо начал нервничать. «Так мы никогда не выберемся. Это паника, вот что!» Меже остановил машину, прислушался. Генерал выглянул в окошко бомбардировщики. Беженцы и солдаты рассыпались по полю, спрятались в рощице. Ехать дальше было невозможно. Телеги, коровы отошли в сторону. Полковник лег и, во примеру, последовал ныже. Леридо счел это унизительным. Стоя он, глядел на небо, маленький, но величественный. Девять самолетов. Летает они аккуратно. Одна из бомб упала на рощу. Когда они садились в машину, генерал увидал на носилках девочку лет шести, семи. Осколок бомбы оторвал ноги. Леридо высморкался и тихо сказал полковнику «Какой ужас!» Потом он обратился к раненому солдату. «Ну как поживает наш герой?» Солдат молчал. А вскоре после этого меже спросил «Разрешите выкинуть?» Наваливается, мешает. «Да вы с ума сошли! Выкинуть раненого?» Он кончился. Холодный. Труп солдата качался и сзади казалось, что человек засыпает. Они остановились перед железнодорожной станцией. Меже хотел набрать воды. На платформе валялись снаряды. Леридо вышел, проверил. Для 47-миллиметровых, а вы говорили, что их нет? Вот вам. Но почему они здесь? Неслыханный беспорядок. Обошли всю станцию, но никого не встретили. В комнате телеграфиста на полу сидел босой солдат. Что-то жевал. увидев генерал, он перепугался, стал обуваться. Леридо спросил, какого полка? 173-го ногу натер, отстал. Где винтовка? Солдат не ответил. Где начальник станции? Все разбежались. Говорят, что немцы рядом, на мотоциклах. Страшно. Он хныкал, как ребенок. Леридо брезгливо поморщился. Набрали воды, поехали дальше. Генерал молчал, а когда они подъезжали к ретелю, он вдруг сказал моро. Война проиграна вот что. Не знаешь, что придумают депутаты? Это авантюристы и неучи во главе с Ройно. А мы теперь можем умыть руки. Мы сделали все, что могли. Как говорили римляне, пускай другие сделают лучше. Деревушка, где стоял батальон, была за три девять земель от беспокойного мира. Крестьяне жгли можжевельник, коптили окорока. Мудро, как древние богини, глядели на грузовик тучные коровы, зеленели люцерный клевер. Когда приносили газеты, солдаты накидывались на последнюю страницу. Их не занимали ни потопленные тоны, ни бои за тронгейм. Они жадно перечитывали хронику происшествий объявления. Где-то остались театры, кафе с людными террасами, женщины, много веселых, нарядных женщин. Андре не тосковал о Париже. Сын нормандского крестьянина, он как будто нашел себя в этой медленной тягучей жизни. Если вспоминал прошлое, это были смутные призрачные образы, улыбка Жанет или ненаписанные холсты, пепел домов, сизо и сено. Солдаты обжились, подружились с крестьянами. Жевер писал стихи зеленоглазой девчонки, сравнивал ее с горгонной. Ларьер раздобыл флейт и играл на свадьбах. Нивель в деревенском кафе, как человек сведущий, доказывал хозяину, что вермут крюсификс, куда выгоднее сензана. Ив говорил, земля здесь хорошая. Открывал рот, удивлялся, земля оказалась хорошей повсюду. Андре был общим любимцем, с той же неловкой улыбкой он отдавал Иву последнюю щепотку табаку и рисовал же вера для невесты. Ротный командир лейтенант Фроссине в мирное время был фотографом, снимал молодоженов, новорожденных провинциальных львиц. Это был добряк, ворчливый и чересчур чувствительный. Он рассказывал солдатам о Вердене. Люди были другие, глупее, но порядочнее. Солдаты вежливо улыбались. Они не верили в героизм, не хотели славы, не связывали свои судьбы с непонятной чужой войной и Фроссине по ночам думал, разве эта армия разобьют нас в прах, а доладье ничего не видит. Колосилась пшеница, молодые телята стали рассудительнее, в их глазах проступала ранняя меланхолия. Начались жаркие дни. В кафе солдаты теперь заказывали не грок, но пиво. Заводили патефон, пластинок было мало и сиплый тенор неизменно стонал «Да, да, да, это не кончится никогда». Все подпевали и вдумал о своем белом домике в Британии, а чудака Андре, глядя на звездное небо, вспоминал туманности Гершеля. И вот пришла война, пришла сразу, застала всех в расплохе, штабы и сердца. Прошлой осенью солдаты были более подготовлены к бою, к смерти. Их разморило долгое прозябание, Лорье с криком «Началось!» Никто не поверил. И выргался, перетасовал колоду. Нивель сказал «Ерунда!» А вот сдал ты мне черт знает что. Прошло четыре дня. По радио передавали, французские войска дошли до Голландии. Рузвельт возмущен немецкой агрессией. Бельгийский король, его называли король и рыцарь, поздравил доблестных защитников Льежа. А на пятый день с раннего утра заметались автомобили, мотоциклы. Покой зеленого утра разодрала глухая канонада. Фрессинэ мрачно сказал «Вот вам и Голландия!» В полдень прилетели немецкие бомбардировщики. Разрушили церковь, восемь домов, убили женщину. На узкой проселочной дороге показались беженцы, кричали «Убивают!» Жители деревни не испугались бомбардировки, но, увидев беженцев, обезумели. Женщины плакали, стали грузить пожитки на скрипучие вазы, кололи свиней, выгоняли коров. Один крестьянин поджег дом. Солдаты едва справились с пожаром. Напрасно Фрессине уговаривал «Куда идете? Вас на дороге убьют!» Его не слушали, глядели мутными непонимающими глазами. К вечеру в деревне никого не осталось. Андре зашел в дом, ища теплая печь, котелок с мясом. Среди беженцев шли солдаты, многие без винтовок. Уверяли, будто в километрах. Танки! Отчего наши не стреляют? Стреляют, только их наши снаряды не берут. Танки вот какие! Показывали танки с холм. Нивель сказал товарищам, «Что? Снимаемся?» Ив злобно сплюнул, «Хочешь идти, иди?» Нивель вскипел, «Ты что, меня за труса считаешь? Я думал, все идут, а надо оставаться, я останусь». Андре удивленно посмотрел на Ива, «Кто бы подумал? Земля здесь хорошая». И Андре почувствовал свою связь с этой землей, с опустевшей деревней. Еще час тому назад война была для него чужим делом, флажками на карте, политикой теса. И вот он в самой войне, не смотрит, не рассуждает, лежит на верхушке голого холма и ждет. Отдать вот эти поля дорогу, обсаженную тополями, домик под холмом? Нет, все мысли пропали, осталось чувство, горячее и темное, не уйду. Рядом живер, щуплый мальчишка с хроническим ларингитом, поэт, ну да, он стихи пишет о Гаргоне. Жевер, как Ив, повторяет, нельзя уйти. А Ларье, милый весельчак, Ларье пробует шутить. Ив, закрой рот, танки испугаются, подумает, яма. Ив стоит, стоит, приоткрыв свой большущий рот. Лейтенант Фрестине угрюмо говорит, в домоне было хуже, но люди были другие. Андре спрашивает, это вы о нас? Фрестине показывает рукой, нет, но Париж. Наступила ночь, в других деревнях она была обыкновенной, лаяли собаки, храпели в ольковах старики, просыпаясь кричали грудные дети, а здесь не осталось ни собак, ни детей, ни стариков, деревня вымерла, на сухой земле молча лежали солдаты, ночь была короткой, к четырем рассвело, и вместе с первыми лучами солнца показались самолеты, батальон потерял 109 человек, внизу снова солдаты бегут, снарядов нет, с четверга не подвозили, говорят, нет горючего, о чем они раньше думали, продали нас за четыре лесу Нивель вздыхает, ему хочется уйти, но один не пойдешь, а другие отмахиваются, уходи, чтобы успокоиться, он считает большие потери, это две трети состава, значит, из 166, скажем, 67, на трех раненых один убитый, значит, на 117 убитых можно уцелеть, немецкие танки прошли мимо кирпичного завода к станции, холм обошли, теперь стрельба доносилась отовсюду, почему они уцепились за эту высоту, справа немцы, спереди немцы, сзади немцы, слева, черт их знает, кто слева, должны быть наши, третий батальон, но и слева бегут, уйти, нет, этот холм теперь дороже всего, он не чужой, не позиции, как пишут газеты, он все, что осталось от жизни, Андре кажется, что ничего и не было позади, родился и лег сюда к пулемету, да и все это чувствуют, живер что-то бормочет под нос, не стихи, ругань, все в нем кипит, снова бомбардировщики, убили Нивелля, нет больше славного официанта, никто теперь не напомнит о горько-сладких оперативах, никто не скажет а сколько по-твоему звезд, я считал, что окрещенных восемнадцать тысяч помножь насто, опустилась еще одна ночь, подаренная судьбой с окрещенными и неокрещенными звездами, солдаты грызли сухари, томились, как милости ждали рассвета, боя, смерти, и в половине пятого фресина крикнул пулеметы к бою, Лорье заметил, как легкий серебряный туман позади дороги дрогнул, зашевелился, пулемет первый, поле девятьсот, огонь, немцы не ожидали сопротивления, думали, что солдаты давно разбежались, Андре почувствовал непонятное веселье, оно как вино ударило в голову, рядом Ив ревел, закувыркались, немцы залегли в ложбинке у самой дороги, двадцать минут спустя по высоте открыли артиллерийский огонь, сначала были перелеты, в деревню Боши по своим стреляет, потом снаряды начали падать на холм, взлетала земля, в промежутках между разрывами кричали люди, крик был отчаянным, неправдоподобным, солнце било в глаза, и одна мысль оставалась не уйти, зацепиться, врасти в эту зыбкую летучую землю, взлететь с ней, но не уйти. И вот тишина, кажется, никого не осталось, Андре удивленный видит живер-щурец, значит, жив, смеется Ларье, и Ларье жив, кричит в траве глупая птица, а Фресене курит, «Где Ив?» «Наверно, Ива убили». «Все это быстро проносится в голове, и ни жалости, ни страха, сейчас меня убьют, все равно, не подпустить, и никого Андре так не любил, как свой пулемет». «Шестьсот пятьдесят!» «Опять самолеты, они падают сверху, как камни». Андре почувствовал резкую боль выше колена, хотел поглядеть, что случилось, долго тер глаза, засыпало, а взглянув, увидел лицо Ларье, кровь. «Все равно не подпустить!» Его оттащили в сторону. «На место Корно Жевер!» Андре лежал, уткнув лицо в колючую траву, немцы снова пошли в атаку. В полусне Андре слушал пулемет. Его подробный обстоятельный рассказ успокаивал. Вдруг пулемет замолк. Раздался крик маленького Жевера. «Верблюды! Диск скошен!» Андре ползет через силу. Хочет сказать, объяснить, но язык не слушается. Он поднимает руку и с размаху ударяет широкой ладонью по диску. «Вот!» И голова снова падает на землю. Очнулся Андре ночью. Солома. Сначала ему показалось, что он заснул в поле. Почему так рано косит? Это он спрашивает отца. Потом вспомнил ранен. Рядом лежит Ларье. Лица его не видит, но голос Ларье. «Ты?» «Я». Андре морщится от боли. Ему хочется говорить много, безумолку. Ларье, ты меня слышишь? Пулемет выручил. А помнишь, как у писа из носа текло? Он землю покупал. Боюсь, что Ива убили. Земля здесь хорошая. смешно. «Да, да, да, это не кончится». Ларье тихо отвечает, «Никогда». Паровоз свистит, свистит, не может двинуться с места, кто-то пришел. «Ив, я думал, тебя убили». «Меня?» Ив возмущен. «До утки? Ты не разговаривай». Сестра сказала, ему нельзя разговаривать. Не хотел опускать. «Глупости». Скажи, Ив, удержались? «Удержались». А деревню наши танки отбили. Четыре танка семь часов. Потом приехали из штаба на мотоцикле. Приказ очистить. «Что ты несешь?» Генерала Пикара приказ. Фрессинэ, как прочитал, выхватил револьвер и бац в голову. Честное слово, хороший был человек, только нервный. Я за него свечку поставлю и за Нивелля. Жалко мне, что холм отдали. И Андре жалко. Дорога с тополями, домик, колючая трава. Земля здесь хорошая. Земля. Жанет. Ив, не уходи. Нельзя уходить. Ты слышишь меня? Нельзя. Газеты писали, что немцы топчутся на месте. Но солдаты разбитой девятой армии показались в восточных предместях Парижа. Монтенье отправил семью в Беориц. Роскошные машины, кадильяки, испан-суизы, бьюики покидали город. В Булонском лесу начали рыть окопы. Говорили о таинственных парашютистах, о пятой колонне. Бретель заявил, что пятая колонна это иностранцы, политические эмигранты. По его настоянию полиция арестовала несколько тысяч немецких Италии испанских республиканцев. Полицейским роздали винтовки. Они стояли гордые своим оружием на перекрестках улиц и регулировали движение. Жизнь большого города продолжалась. Были переполнены кафе. Бойко торговали магазины. На аукционах продавали автографы Марии Антуанетты и мебель директории. Отелье МОТ уже готовились к зимнему сезону. Особенно оживленны были окрестности биржи. Вопреки всему ценности поднялись на несколько пунктов. Исчезли автобусы. Их реквизировали для переброски войск. Это успокоило парижан. Вспомнили канун Марны. Тогда генерал Гальен реквизировал такси и разбил немцев. Утром 16 мая секретарь доложил Тесса, что немецкие танки подошли к Лану. Многозначительно добавил, за 5 дней они прошли 140 километров, а от Лана до Парижа 130. Тесса возмутился. Как вы смеете распространять панические слухи? Да я не остановлюсь перед крутыми мерами. А когда секретарь вышел, Тесса позвонил Рейно. Послушай, насчет немцев, я надеюсь, это вздор. Они возле Лана. Говоря другими словами, ты считаешь, что они идут на Париж? Это не вызывает никаких сомнений. В таком случае они будут здесь самое позднее через 4 дня. Они делают 30 километров в день, я сосчитал. Гамилен говорит, что сегодня вечером они могут быть в предместях Парижа. Я приказал сжечь архивы. Нужно быть готовым к отъезду. Я позвоню тебе через час. Теса позвал секретаря. Я погорячился, но вы сами понимаете, такие известия, что легко потерять голову. Впрочем, лично я спокоен. Нужно принять экстренные меры. Во-первых, уничтожьте архивы. Во-вторых, составьте список служащих подлежащих эвакуаций и скажите шоферу, чтобы он проверил машину. Пускай не отлучается ни на минуту. Я, может быть, уеду после завтрака. Он вспомнил про Полет. Вывести ее невозможно. Толпа возбуждена, а Полет знает все. Могут быть эксцессы, скандалом воспользуются социалисты, но как ей объяснить? Она не от мира сего. Будет плакать. По телефону куда проще. Детка, ты должна сейчас же уехать. И я не могу тебе сказать, новости ужасные. Вечером они будут здесь, это безусловно. Но публика еще не знает, и ты не говори. Зачем вызывать панику? Поезжай на Ливонский вокзал и с первым поездом. Я и я не могу. Я останусь на посту до конца. Нас не спрашивают. Мы обязаны быть героями. Прощай, моя крошка. Писа положил трубку и вдруг уронив голову на стол заплакал. Какое горе. Подумать, что неделю тому назад все было спокойно. Обсуждали операции в Норвегии. Он хотел уехать с Полет в Пре-де-ден. 140 километров за пять дней. Это чудовищно. Очевидно, солдаты попросту разбегаются. Может быть, они и не виноваты. Кому охота зря умирать? Бедная Франция. Теса вздрогнул, поспешно поглядел на часы. Почему Рейно не звонит? Убегут, а про Теса забудут? Скажите Бернару, чтобы он приготовил машину и пусть возьмет баки с бензином. Кто знает, что теперь делается на дорогах? Господин Десер просит принять его по срочному делу. Десер, чудак, какие теперь могут быть дела? Хорошо, проведите его сюда. Они молча поздоровались, старались не глядеть друг на друга. У Теса были красные глаза, а Десер выглядел стариком. Под седыми лохматыми бровями едва значились мутные зрачки. Он разгладил перчатки, вынул портсигар, но не закурил, придвинул и отодвинул пресс-папье. Теса угнетало молчание. Что скажешь, Жюль? Десер глядел в одну точку. Он и сам не знал, зачем пришел к Теса. Он метался, как маньяк по штабам, по министерствам. Был у Рейноу, Менделя, у генерала Жоржа. Уговаривал, грозил, доказывал. Его вежливо выпроваживали. Наконец, он заговорил. Завтра они могут занять Париж. Устались считанные минуты. Уйдите. Или скажите, что вы будете сопротивляться, но честно, всерьез. Повсюду шпионы. Нужно арестовывать, расстреливать. И нерабочих, Лаваля, Ганделя, Бреттейля, Пикара. Ты понимаешь, что ты говоришь. Конечно, мы старые друзья, но я занимаю ответственный пост. Я министр, а ты мне предлагаешь государственный переворот. я тебе предлагаю уйти. Или воевать. Париж можно защищать улицу за улицей. Покорно благодарю, чтобы господа рабочие устроили коммуну. Нет, я предпочитаю сохранить честь. Но Франция, Франция оправилась после семьдесят первого, она оправится и теперь. Тогда держался Бельфор, сражались на Луаре, Гамбета поднял ополчение, Париж выдержал осаду, были партизаны, а теперь стоит им показаться, как все разбегаются. И ты предлагаешь сопротивляться. Если нельзя удержать Париж на Луаре, если они прорвутся дальше, уйти в Алжир, я готов все отдать, не только деньги, жизнь, и таких, как я, много. Пойми, вам никто больше не верит. Ты сообедился. Мы не нуждаемся в твоем доверии. Нас поддерживает парламент, то есть страна. Завтра ты скажешь, что мы должны уехать на Мадагаскар. ДСР как будто проснулся. До чего он дошел, пытается усовестить ТСА, он переменил тон. Поль, подумай о себе. Если они победят, парламента не будет. Они посадят Гаулейтера, Бретейля или Лаваля. Ты достаточно скомпрометирован. Что ты будешь делать? Как-нибудь проживу. Бретейль все-таки лучше коммуны. Ты плохой советчик. Я не суеверный. Тринадцать для меня счастливое число. А вот четырнадцатого умерла Амали. У каждого свои приметы. Я заметил, что ты приносишь несчастье, как англичане. Ты поддерживал Бретейля, родился народный фронт. Ты начал дружить с Виаром Виаром. свалили. Если ты советуешь сопротивляться, значит, нужно капитулировать. Десер встал, прошел к двери. Теса стала жаль его. Жюль, почему ты не уезжаешь в Америку? Денег у тебя много, а в Америке рай. Я не могу, я связан. Кстати, это ты меня подбил? Погоди, теперь не время ссориться, послушай меня, уезжай. Десер выпрямился, его глаза оживились, он усмехнулся. Уехать? Я, конечно, дряной француз. Я не удивлюсь, если меня оскорбит первый встречный, но все-таки я француз, черт побери. Теса пожал плечами и прикрыл за гостем дверь. Он сразу забыл о разговоре, составил список, все, что нужно взять с собой, карту генерального штаба, почтовые бланки, последний выпуск ревю де Дюмон, лекарство, гематополь, бутылку старого армоньяка, путеводитель. Он собрался было в дорогу, когда позвонил Рейно. Положение в районе Лана улучшилось. Основной удар направлен на первую армию, сектор Сен-Кентен-Перон. Они, видимо, хотят прорваться к побережью. Сегодня Теса просиял, самодовольно улыбаясь, он сказал секретарю, я вам говорил, что нельзя поддаваться панике. В моем возрасте мне приходится учить вас храбрости, а храбрость добродетель молодости. Позвонил Полет, но опоздал, Полет уехала. Тогда Теса вызвал Жалево. Толстяк прибежал, сам не свой, сразу все выложил. В городе паника. Монтеньил брал, у меня в кассе сто франков, все газеты уезжают, а куда мне ехать? В Марсель? Но я слушал Рим, по-моему, они завтра выступят. С деньгами устроим. Я понимаю, почему вы волнуетесь, положение давно не было таким устойчивым. Вы думаете, что немцы идут на Париж? Ничего подобного, они идут на Лондон. И Тесса засмеялся от удовольствия. Жалево попробовал возразить. Они-то хорошо знают, что у нас делается, но кто может знать их планы? Однако, когда Тесса подтвердил, что выдаст из секретных фондов 300 тысяч, Жалево утешился. В редакции он продиктовал передовую. Маневр противника обозначился. Немцы хотят захватить Великобританию, которая является слабым местом союзного фронта. Мы уверены, что наши друзья по ту сторону Ла-Манша не будут захвачены врасплох. Приехав домой, Жалево крикнул, Мари, можешь распаковывать чемоданы. Они повернули на Лондон. Тесса дал мне 300 тысяч. Представляю, что сейчас делается в Англии. А нам подарили месяц, и то хорошо. Прочитав статью Жалево, парижане облегченно вздохнули. Газеты сообщали о двух мероприятиях правительства. В соборе Нотр-Дам завтра будет торжественный молебен, на котором должен присутствовать Рейно. Министрам внутренних дел и юстиции предложено очистить Париж от остатков коммунистических организаций. Восемь рабочих приговорены к пяти годам тюремного заключения. У них нашли юманите. Немецкие войска в Бельгии несут тяжелые потери. Многие части отказываются идти в бой. Биржевой день прошел оживленно. Рейно говорил в палате о выдержке, мужестве. Когда он кончил, Теса его поздравил. Ты сегодня в форме. Хорошо, что правительство не уехало утром, когда ты мне сказал, что немцы пошли на Лондон. На Лондон? Рейно удивленно поморщил лоб. Я тебе сказал, что они хотят прорваться к побережью. Они идут на Амьен, чтобы окружить армию, понимаешь? Теса кивнул головой, но не поверил. Пять минут спустя он шептал Братаэлю. Рейно волнуется за своих хозяев. Что ты хочешь? Это английский грум. Но теперь он доживает последние дни. Если немцы дойдут до Амьена, Рейно слетит. И чем раньше это будет, тем лучше для Франции. Слышимость была плохая. Старческий надтреснутый голос едва доходил до генерала. Дэвисе кричал «Не слышу!» Гул заглушал слова. Вдруг стало тихо, и голос Пекара прозвучал, как в соседней комнате. Противник нажимает на лан. Это ставит под угрозу столицу. Дэвисе вышел из себя. Бред! Перед ланом демонстрация! Удар направлен в сторону Амьена! Уважение здесь можно восстановить, если дадите подкрепление. Пришлите танковую бригаду Дэголя! Вы меня слышите? Снова раздалось гуденье. Женский голос усталый и несчастный без конца повторял «Париж! Париж!» Наконец Дэвисе услышал «Танковая бригада послана не будет!» В комнате было нестерпимо жарко. Нагретая трубка телефона воняла. Дэвисе расстегнул воротник, выпил стакан теплой воды. По небритым щекам струились ручьи пота. Красные глаза вылезли из орбит. Три ночи, как он не ложился. Вошел начальник штаба. Генерал Горд только что передал. Они начнут наступление в шесть утра. Вы связались с 11 дивизией? Генерал Виньё потерял голову. Он мне заявил, что дивизия фактически выведена из строя. Причем они должны отбиваться на левом фланге. Танки, пехота на автомашинах. Да, генерал покраснел, выпил еще стакан воды. Каша, но мы все-таки должны поддержать англичан. Хотя генерал Горд мог бы посоветоваться со мной, прежде чем принять решение. Где теперь штаб 11 дивизии? В Гранже. Сколько отсюда? 17 километров. Не знаю, доедете ли. Трудно в точности установить, где противник. Слоеный пирог. Мы они, мы они. Дорога была забита. Танк застрял. Мальчишки гнали коз. Валялись поломанные машины. Беженцы, по большей части бельгийцы, с ужасом глядели на развалины домов. Постояли полчаса. Спустила покрышка, а запасной не было. К генералу подошла старая крестьянка. Ее темно-коричневое морщинистое лицо походило на землю. Она плакала и фартуком вытирала глаза. Почему солдаты уходят? Бросают нас? Дэвис ответил, успокойтесь. Я старый человек и старый солдат. Я не умею лгать. Мы отсюда не уйдем. И вы не уходите. Возле гаража генерал крикнул шоферу «Стой!» «Господин префект, куда направляйтесь?» Высокий элегантно одетый человек с красной розеткой в петлице смутился. Он вышел из автомобиля, уронил перчатку. В машине сидела молодая женщина, окруженная баулами и картонками. Префект удирал, стремясь опередить беженцев. «Я?» Дэвис зарычал. «Я сейчас скажу вам, кто вы!» «Вы трус!» Префект поднял с земли перчатку и, стараясь казаться спокойным, даже равнодушным, ответил. «Я выполняю приказание министра внутренних дел. Что касается нанесенного оскорбления, принимая во внимание ваше славное прошлое, он не закончил. Дэвис ударил его по щеке. Дама завопила гастон и, повернувшись к генералу, не сник. Дэвис сразу забыл о неприятной встрече. Взвешивал шансы завтрашней операции. Немцам легче, единое командование. Почему генерал Горд не запросил его? Говорят, что и бельгийцы действуют самостоятельно. Анархия. Но выбирать не приходится. Англичане отвлекут по меньшей мере восемь дивизий. Только бы не подвела авиация. Он объяснил генералу Виньо план атаки. Тот молчал. Дэвис решил его подбодрить. Главное, не обращайте внимания на Париж. Наделали в штаны. Они думали, что война это дебаты. Три речи Гитлера, шесть и Деладье. Все, что они делали, сплошная глупость. Поход в Голландию. Немцы великолепно знали, что наше слабое место девятая армия. А Леридо, ведь это свадебный генерал. Но сейчас намечается перелом. Английская авиация превосходно работает. Пленные подтверждают, что потери у них серьезны. В районе Арраса их танки оторвались от пехоты. Я надеюсь, что нам подкинут бригаду Деголя. Многое зависит от исхода завтрашней операции. Если вам удастся дойти до Камбре, Виньо его прервал. Это был красивый старик с розовым девическим цветом лица и безупречно белыми усами. Я говорил генералу Ромелье, что без пополнения моя дивизия не способна даже к обороне. Три дня мы не видели наших самолетов. Вы говорите, их танки оторвались. Что из того? Наше орудие не пробивает брони. Вы это знаете, как и я. Вчера мы потеряли 3200 человек. Солдаты деморализованы. Командиры не выполняют приказаний. Когда видишь, с какой быстротой они продвигаются, Девисе ударил кулаком по столу, полетела на пол пепельница. Мы с вами не на заседании. Что это за разговоры? Продвигаются. Конечно, поскольку они не встречают отпора. И вы мне говорите, что офицеры не выполняют приказаний. Ясно, кто им подает пример? Вы? Я вам говорю о плане атаки, а вы хнычите. Я вас отдам под суд. Стыдно с такой биографией ведете себя как мальчишка. Девисе повторил еще раз задание 11-й дивизии и ушел. Генерал Виньо сказал своему адъютанту, наступать мы не можем. А кого будут судить, это мы еще посмотрим. Штаб 11-й дивизии помещался в большой ферме. Хозяева уехали. По двору бродили куры, озабоченно выискивая завалявшиеся зерна. А среди кур стоял молоденький лейтенант в очках. Он был напудрен дорожной пылью. Увидав генерала Девисе, он взял под козырек и очень быстро заговорил «Господин генерал, прикажите перейти в наступление, иначе солдаты разбегутся». «Господин генерал». Девисе кивнул головой и отвернулся. Слова лейтенанта его взволновали. 42-ю дивизию повернули к перрону. Генерал включил радио. Париж передавал фокстроты. Девисе повертел стрелкой «Французская передача из Штутгарта остатки голландской армии, еще оказывавшие сопротивление, вчера капитулировали. Наши части заняли город Сен-Кентен и продвигаются на широком фронте между Лиллем и Пероном. С начала наступления мы захватили 110 тысяч пленных, не считая голландцев, и большое количество снаряжения. По сообщениям швейцарских журналистов, в Париже царит паника. Многие министры уже покинули столицу. Граф Чиана в большой речи, посвященной годовщине пакта, заявил, Италия не может дольше оставаться в стране. Дэвиссе задумался. Может быть, завтра они будут в перроне? Дело идет к развязке. Чем Вейган лучше Гомелена? Люди разные, но установка у них та же, цепляются за прошлое, не хотят понять, что времена другие. А заправляют бездарные фигляры, он вспомнил разговор с Теса, военные должны стушеваться. Немцы могли уже взять Париж, но не хотят уничтожить живую силу. Даст ли что-нибудь завтрашняя операция? Кругом трусы вроде виньё, а сколько среди них предателей? Он повернул стрелку на Париж. Диктор приподнятым голосом сообщил, сегодня Черчилль заявил, руководители Франции дали мне торжественное заверение, что бы ни случилось, французы будут сражаться до конца. Девисе усмехнулся, кто это ему обещал? Может быть, Теса? Ну да, сказал с Пафосом будем сражаться до конца, а сам убежал со своей дамочкой, как этот префект. Одно ясно, армия должна сражаться до конца, а они не хотят сражаться. О чем мечтают Пикар и Левиньо? О капитуляции. Нужно подать пример, умереть на посту, пусть внуки узнают, что в этот окаянный год были настоящие французы. Дэвисе вспомнил лейтенанта в очках. Что-то подступило к горлу. Для себя Дэвисе хотел одного достойной смерти. Машинально повторил слова молитвы, как повторял их ребенком перед трудными экзаменами. Он не заметил, как они въехали в перрон. Адъютант сказал, странная история, они помещались в школе. Спросить было некого, городок будто вымер. Наверное, боятся бомбардировок. Вывалившиеся внутренности дома мешали проехать дальше. Генерал вышел, осмотрелся. Из ворот выглянула старуха. «Бабушка, вы знаете, где здесь живут военные?» Женщина показала на мэрию и заплакала. Дэвисе прошел по пустым комнатам, на полу валялись бумаги, шлемы, подсумки. Он послал адъютанта на розыске, а сам решил подождать. Сел на большой стол, покрытый черной клеенкой. Рассеянно поглядел. Чье-то метрическое свидетельство. Снова задумался. Увидал свой домик в Валянсе. Внучка его любимица играет с котенком. Больше он их не увидит. Осталось одно достойно умереть. Он с трудом открыл глаза, засыпал от усталости. Перед ним стояли немцы. Офицер, несколько солдат, у немецкого полковника был шрам на щеке, поблескивал монокль. На ломаном французском языке он сказал нагло осклабясь, «Если не ошибаюсь, генерал де Висе, честь имею засвидетельствовать глубокое уважение». «Была измена. Смерть недостаточное наказание за совершенные ошибки. Помните, наши солдаты умирают на поле битвы. Мы уничтожим трусов и предателей. Если Франция может спасти только чудо, я верю в чудо». Когда Рейно кончил, сенаторы вежливо зааплодировали. Это были старые опытные политики. Они понимали, что кабинет скоро полетит. А Фуже в ложе для депутатов плакал. Журналисты посмеивались, глядя на бородатого мечтателя, который вытирал глаза турецким платком. Тесса садился в машину, когда его схватил за руку Фуже. «Мне надо с тобой поговорить». Рейно хорошо сказал, была измена. Смело, откровенно. Удар бича. «Теперь надо действовать». Все последние дни Тесса жил как в лихорадке, переходя от беспечности к глубокому отчаянию. Известия были противоречивыми. Одни говорили об удачных контратаках, другие предсказывали падение Парижа. Петен уверял, что армии больше нет. Остались отряды, не связанные друг с другом. Мандел доказывал, что можно сопротивляться. Министры то решали покинуть Париж, то заявляли, что ничто не угрожает столице. Тесса потерял сон, не ел, он чувствовал, что заболевает. С ужасом он посмотрел на Фуже. Только его не хватало. А Фуже влез в машину и сразу стал вопить. «Нужно поднять народное ополчение». «Поздно». Тесса уныло высморкался. «Я не мистик, в чудеса я не верю. Вчера они заняли Арас и Амьен, сегодня вышли к побережью. Армия окружена. Там сорок дивизий, можно прорвать кольцо. Кто его прорвет? На бельгийцев не рассчитывай, король Леопольд, германофил, это все знают. Англичане сегодня отвели две дивизии от Бапома к Дюнгерку. Естественно, что Ваеган не захотел встретиться с генералом Гортом. Одним словом, это дело конченное. Как ты можешь так рассуждать? Ройно только что сказал смерть за малодушие. Тебя первого следует расстрелять. Фуже кричал, он обдал Тесса брызгами слюны, борода его подпрыгивала. Ты сам миролюбиво ответил. Криком не поможешь. Ройно говорил для публики. Послушал бы его дома. Ты честный человек, но фантазер. Я знаю, что ты меня ненавидишь. Напрасно. Когда на тебя напали в Марселе, я был искренне возмущен. о чем ты теперь думаешь? Я тебя умоляю, забудь про мелкую политику. Франция умирает. Подымись над склокой, над партиями. Фантазер. Больше того, человек прошлого. Семидесяти тонные танки, а кто против? Гражданин Фуже. Может быть, ты уничтожишь генерала Клейста декларации прав человека и гражданина? Теперь не время шутить. Я не шучу. Я редко говорю так серьезно. Мы отжили, понимаешь? Может быть, Брейтель уцелеет. Ну и он стар. Ходит в церковь, молится. Грандель, Лаваль, Меже, эти выживут. Ты меня считаешь мерзавцем, хотя мы оба радикалы. Но Дюкана ты уважаешь и Кошена. Так вот, позволь тебе сказать, это герои прошлого века. В других странах девятнадцатый век умер вовремя, в ту войну. А у нас засиделся. У нас вообще старики не спешат умирать. ПТНу пошел девятый десяток, а ты его послушай, планы, амбиции. Так вот, прошлый век кончился, как твой ДСР. Он, кстати, приходил ко мне. Знаю, что он предлагает? Защищать Париж. И он прав. «Говорили, что Мадрид не продержится двух дней, а Мадрид держался два года. Вооружите рабочих, и вы увидите чудеса!» Песа пожал плечами. «Как с тобой разговаривать? Ты живешь в мире прошлого. Что же, по-твоему, семьдесят дивизий, три тысячи танков остановятся перед баррикадами? И потом нужно сойти с ума, чтобы дать оружие коммунистам? Конечно, ты обрадуешься, но ты исключение. Все радикалы завопят. Я уже не говорю о социалистах, а правые. Пекар мне как-то сказал, что если рабочие попытаются захватить власть, он откроет фронт. Ты должен арестовать его. И Бретеля говорил Рейно об измене или не говорил? Я хочу, чтобы ты выполнил гражданский долг. Пойми, эти люди тебя ненавидят. Если придет к власти Бретель, он с тобой не станет церемониться. Для него ты радикал, масон, ставленник народного фронта. Погляди, что они пишут. Уже протянул Теса листовку. Теса сразу увидел свое имя, у него дрожали руки, он сказал, трудно читать, трясет, но прочитал, повесим на фонарях. Подписано было штаб верных. Они подъехали к министерству. Теса слабым голосом сказал, прости, если я тебя обидел, но мне очень тяжело, очень. У себя он внимательно прочел листовку. Он вдруг понял, что Фуже прав. Друзья бретейли не простят ему ни поднятого кулака, ни дружбы с виаром, ни заступничества за Денис. Он подремал полчаса. Мещились беженцы, танки, виселицы. Проснувшись, он сел на диван, обнял свои колени и сказал вслух, дело не во мне, нужно подумать о Франции. Неделю тому назад он поддался панике, хотел уехать. Теперь он спокойно пойдет навстречу смерти. Однако на нем ответственность, он министр, он должен попытаться спасти страну. Хорошо дюкану, этот сумасшедший думает только о себе, хочет себя разрекламировать, пошел в армию, печальная картина, депутат в чине лейтенанта. И что такой дюкан может сделать? Как будто без него мало лейтенантов. Нет, здесь нужен трюк, изобретение, необычайный маневр. Мандель считает, что мы должны помириться с Москвой. Немцы давно поняли, что Россия сила, а этот дурак Даладье нас окончательно поссорил с русскими. Теца теперь был убежден, что он выступал против помощи Маннергейму. Дэвисе говорит, что у нас мало самолетов, а у русских можно получить тысячу бомбардировщиков, купить или обменять. Теца увлекся, на нем высокая миссия, кругом слабовольные дураки, павлин, рейно, тупой Даладье. Теца начнет смелую игру, договориться с Москвой, тогда Италия не посмеет выступить, да и немцы перепугаются. Во Франции произойдет перелом, народ сразу поверит в победу. Все признают, что Теца спас родину, как Клемонсо в 17-м. Он вызвал фуже. Спасибо, старина, что приехал. Наш разговор мне открыл на многое глаза. Мы ведь варимся в своем соку, а ты видишь вещи шире. Я тебе сейчас изложу мой план. Мы пошлем в Москву тебя или Кота. Москву? Зачем? Они тебя уважают, но если ты хочешь, можно остановиться на Коте. Я тебя спрашиваю зачем? Как зачем? Это произведет огромное впечатление, повлияет на Италию, у нас подымется дух, наконец русские могут нам дать снаряжение, в первую очередь самолеты? Уже растердился. Ты что, сошел с ума? Почему русские дадут тебе самолеты? Два месяца тому назад ты кричал, что нужно уничтожить Баку? Ничего подобного. Я лично был против. Это упрямство Даладье. Его неправильно называют ваклюзским быком, просто осел. Но зачем вспоминать прошлое? Сейчас мы хотим установить с Москвой дружеские отношения. Ты можешь мне в этом помочь. Но русские пошлют тебя к черту и будут правы. Первый вопрос. Кого вы представляете? за вами пустота. Рабочих продолжают арестовывать. Сегодня в газетах очередной процесс. Восемь коммунистов. Твой ваклюзский осел министр иностранных дел. Дозутский народ может договориться с Москвой, но не ты. Тебе я могу одно посоветовать. Напиши президенту, что ты выходишь из правительства. Нам нужен комитет общественного спасения. И хлопнув дверью, он ушел. Теса начал обдумывать, что еще предпринять. Хорошо бы обратиться к коммунистам. Какое несчастье, что Денис с ним поссорился. Он решил обратиться к адвокату Ферране, который неоднократно защищал коммунистов. Я знаю, что у тебя много знакомств среди коммунистов. Не откажи передать письмо. Кому? Теса покраснел. Едва выговорил. Моей дочери. Это очень важно. Так можно стареть. Речь идет о жизни близкого человека. Хорошо. И Ферране, чуть усмешнувшись, добавил. Если твои полицейские не будут ходить по пятам, я вручу письмо сегодня вечером. Теса написал. Денис, мне необходимо с тобой переговорить. Дело не личное, но общественное, исключительной важности. Прошу тебя прийти завтра в девять часов утра. Повторяю, речь идет не обо мне и не о частных интересах. Обещаю, что никто не будет знать о твоем посещении. Твой несчастный отец по Теса Вечером пришлось поехать на заседание кабинета. Он рассеянно слушал, как Рейно докладывал. Ваеган вернулся. Конечно, положение критическое, но все же мы подготовляем контрнаступление. Англичане уже начали атаку. Пятая дивизия подходит Карасу. Теса был занят своими мыслями. Когда заседание кончилось, он отвел в сторону Рейно. Что ты думаешь о сближении с Москвой? Видишь ли, за эти дни положение настолько обострилось, что я занят исключительно военными делами. Дипломатию я поручаю Будуэну. Теса принял снотворное, распал до восьми. Он еще завтракал, когда доложили, что его спрашивает какая-то дама по личному делу. Он завопил «Ведите ее сюда!» Он был настолько увлечен игрой, что забыл про отцовские чувства, не посмотрел даже, как выглядит Денис. Ему казалось, что он принимает посла. Денис сухо сказала «Если это провокация, она не удастся. Я пришла ведомо партии». «Ведомо?» «Очень хорошо». «Ты знаешь, Денис, что положение угрожающее. Мы накануне разгрома. Теперь нужно оставить все вопросы самолюбия. Речь идет о спасении Франции. А нельзя спасти страну без энтузиазма. Я первый протягиваю руку коммунистам. Мы прекратим репрессии. Они должны прекратить пропаганду. Понимаешь? Их гражданский долг повлиять на Москву. Я думаю, что мы пошлем туда кота. Я намечал хуже, но он старый педант. Конечно, это между нами. Ты должна передать мое предложение Терезу или Дюкло или Кашене. Одним словом, вашим заправилом. Если нужно, я с ними встретюсь. Я готов на все». «Я не думаю, чтобы кто-нибудь отнесся серьезно к вашим словам. В тюрьмах 34 тысячи коммунистов. Освободите прежде всего арестованных. И уйдите. Передайте власть народу». «Власть не передают. Это не пакет». Писав вспылил, но тотчас собладал с собой. «Мы подчиняемся Конституции. Пока парламент не откажет нам в доверии, мы не можем уйти. Что касается освобождения арестованных, я лично не возражаю. Боюсь только, что это неосуществимо. Социалисты против. Сирольф вчера мне сказал, что он отказывается перевести коммунистов на политический режим. А когда я ему намекнул, что теперь необходимо национальное объединение, он ответил, пусть коммунисты разрушатся первые. Видишь, какая сложная ситуация. А правые только и ждут случая, чтобы накинуться. Если мы освободим коммунистов, правительство полетит при первом голосовании. Денис была измучена. Все последние дни она разговаривала с солдатами, слушала страшные рассказы о предательстве и малодушии. Человеческое горе вместе с потоками беженцев затопило Париж, а полиция продолжала хватать коммунистов. Вчера взяли хохотушку Люси. Денис с ней работала прежде на заводе. Люси арестовали на улице. Дома остался грудной ребенок. Она кричала, требовала, чтобы заехали за ребенком. Полицейские отвечали, не наше дело. Мишо был на севере, в окруженной армии. Последние письма Денис получила в мае, до боев. И теперь нервы не выдержали. Она заплакала. Песар расчувствовался, забыл про фуже, про свои планы. Серед ним дочь Денис. Как она похудела. Видно, что ей плохо живется. Наверное, скрывается, каждую ночь ждет ареста. И он ласково сказал, бедная девчурка. Это привело в себя Денис. Она изумленно поглядела на него. Вы никогда не поймете, отчего я плачу. Ужасно, что вы мой отец. Что мы оба говорим по-французски, что нас может убить одна бомба. Не понимаете? Невыносимо чувствовать связь с вами. А я никогда не переставал чувствовать, что ты моя дочь. Он прошелся по комнате, вспомнил, надо ее уговорить. Денис, оставим партийные раздоры. Ты должна помочь мне. Я хочу спасти Францию. И вот ради Франции замолчите. Прежде вы говорили ради матери, а Франция не договорила, вспомнила беженца, солдат. Слезы сжали горло. И боясь, что ты снова увидишь ее слабость, она выдержала. Феста в раздражении подумал, святая. Конечно, Люсьен подлец, но он человечный. А эта сама не живет и не хочет, чтобы другие жили. Истеричка. Он отправился к Будуэну поговорить насчет миссии Кота. Будуэн отвечал уклончиво, перевел разговор на Италию, пора наконец-то пойти на уступки, отдать джебути, может быть, кусок туниса. Назадь англичан, пускай они чем-нибудь поступятся, например, Мальтой. Муссолини готовы разговаривать, но необходимо отправить в Рим подходящего человека, Лаваля или Братейля. Феста позвонил в Луже. Я боюсь, что ты меня плохо понял. Мы можем отправить тебя или Кота с каким-нибудь туманным поручением, например, переговоры о компенсации за галлицитские промыслы, или о покупке леса. А ты пощупаешь. Эффект за границей будет тот же, причем мы не берем на себя никаких обязательств. Правым, мы скажем, у нас в Москве даже нет посла. Братейль не сможет придраться. Тем паче, что мы начинаем серьезные переговоры с Муссолини. Англичане обещали освободить итальянские суда от контроля. Это уже победа. Ты меня слышишь? Ответа не последовало. Уже в ярости швырнул трубку. План не удался. Чтобы утешиться, Теса поехал за город. Был чудесный день. Вели сирень, жасмин, глицинии. Все благоухало. И Теса умилился. Весна наперекор всему. Возвращаясь, он видел в Венсенском лесу солдат. Они рыли противотанковые рвы. Теса поздоровался с ними и бодро сказал, да, Парижа им не видать. Париж будет защищаться как лев. Это был крохотный город, похожий на все города Пикардии. Площадь со дне длинная улица с кирпичными низкими домами. Площадь украшала ратуша XVI века. На башенке был золотой лев. Рядом с ратушей находили гостиница «Белая лошадь», два кафе и универсальный магазин. Население состояло главным образом из рабочих велосипедного завода, расположенного в двух километрах от города. Среди женщин было много искусных кружевниц, они сидели у раскрытых дверей и стучали коклюшками. Летом иногда наезжали туристы, осматривали ратушу или на площади пива. Зимой в кафе засиживались рабочие, курили длинные глиняные трубки, спорили о полиции. До войны мэром был коммунист. 14 июля над ратушей развивались два флага, трехцветный и красный. На стенках и теперь можно было увидеть «Долой фашизм!» или «Да здравствует народный фронт!» А рядом с надписью неуклюжен рисованный серп и молот. Под праздник пили можжевеловые на стойку, смотрели на петушиные бои, кино показывали фильм «Поцелуй, который убивает». Влюбленные гуляли вдоль канала, срывали кувшинки. Город засыпал рано. В 11 на улицах не бывало ни души. Только куранты ратуши мелодично вызванивали время, да женщина в каком-нибудь из домишек в полголоса баюкала ребенка «Я скажу кутенку, не кричи в просонку!» Первая бомба упала на дома возле станции. Убила старого кузнеца, ранила двух женщин. Вторая разрушила ратушу. Площадь была завалена камнями. Среди мусора валялся золотой лев. Жители убежали, из 18 тысяч осталось сотня. Женщина принесла синий эмалированный кофейник, налила мешок кофе и тихо спросила «Уйдете?» «Мы только пришли». «Говорят, что уйдете?» «Все убежали». «Я осталась, у меня мать больная». «Я ей говорю, не уйдут?» Мишо улыбнулся. «Конечно, не уйдем. Это безобразие, что делает?» «Люди несутся, куда глаза глядят, и никто их не останавливает». «Хороши, хотели нас в Финляндию отправить, а только немцы сунулись, разбегаются. позор!» «Эх, будь у нас другие люди!» «Но вы не отчаивайтесь. Мы не уйдем. Погреб у вас есть? Тащите туда все и сидите, а мы как-нибудь справимся». Батальонный командир Фабр получил приказ защищать город во что бы то ни стало. Фабра считали безобидным чудаком. Он пил с раннего утра аперитивы и рассуждал о красоте кактусов. Но за последние дни он показал себя храбрым и находчивым. От Камбре батальон отошел с боем, два раза переходил в контратаки, отбили у немцев двенадцать солдат, отставших при переходе. Когда впервые напали пикирующие самолеты, Фабра выхватил у солдат винтовку, стал стрелять. Это всех успокоило. Не было паники. Один бомбардировщик подбили. Однако за восемь дней батальон потерял треть состава. И услышав приказ, Фабр смутился. Хорошо им говорить во что бы то ни стало. Как удержаться, если немцы бросят танки? Фабр знал, что солдаты не чают души в мешо. Когда полковник Кирьес в перепугу хотел расформировать две роты, Фабр воспротивился и бунт в Гаврия замял. Принимая какое-либо решение, Фабр спрашивал Мишо, что об этом думает господин Дон Кихот. Так поступил он и теперь. Мишо ответил, надо удержаться. Мишо не знал директив. Он давно потерял связь с Парижем. Нужно было решать самому. И Мишо не колебался. Нет, коммунисты не трусы. Мы покажем, как мы умеем сражаться. Теперь дело не в Рейно, не в Цистан, не в Долодье. Теперь идет бой за Францию. Враги повсюду. Одни протягивают наручники, другие кидают бомбы. Пришли гитлеровцы, палачи Тельмана, люди, распявшие Испанию, рыцари смерти. А позади те же фашисты, друзья Гитлера, Бретель, Грандель, Пикар. Мирной, беспечной Франции больше нет. Страну отдали на милость врага. Вот и здесь развалены слезы женщины. Неужели вы нас бросите? Мишо глядел на обломки здания. Когда-то профессор Малле называл эту ратушу жемчужиной возрождения. На уцелевшей стене Мишо разобрал хлеб, мир, свобода. Стал тридцать шестой год забастовка, флаги, песни. В несчастье Мишо с новой силой полюбил свою страну. И все мешалось в этом чувстве. Горы Савой, где он был мальчиком, с их звонкими потоками и яркими лугами. Париж, его Париж, Париж моя деревня, город серых домов и улыбок, город, где умер Жано, где живет Клеманс, Париж и Денис. Он знал, что защищает маленькую хрупкую женщину с синими глазами, похожими на альпийские цветы. Машинально повторял Франция Денис. Весь день рыли ямы, таскали мешки с землей, прикрывали противотанковые орудия, пулеметы. Вечером Фабр связался со штабом дивизии. Сказали, повсюду тесним противника, подкрепление пришлем, если отойдете, подставите под удар второй батальон. Мишо заглянул на завод, там поставили пулеметы. Завод накануне бомбардировала авиация, в сборочном огромная воронка посвечивала водой, утром прошел сильный дождь, из воды торчали части машин. В другом цехе он увидел уцелевший фрезерный станок и умилился, будто встретил подругу детства. Он любил материал инструменты, оживлял их, корил, баловал. Вот его молодость. Он задумался, что же случилось с людьми. Все хотят работы, ласки, счастья, но море разыгралось. Нужно доплыть, не ему, его, наверное, убьют, другим. Останутся Пьер, Легре, старик Дюшен, останутся дети, Денис, построят большие заводы, как Магнитогорск, он видел в фотографии в журнале. Вчера они шли полем, хлеб пропадет, вытопчут, да и убирать будет некому, а весной снова посеют. Жизнь победит, но теперь трудно. Мишо пошел к заставе. Товарищи, стряхивая из себя сон, уныло рассуждали, как удержаться. Триста человек, а у них танки. Мишо подбодрял, рассказывал про бои в Испании. Бывало и тридцать, а у них батальон, танки, моих ручными гранатами, ничего другого не было. Мальчик один, Пепе, он восемь танков подбил. Танки там были другие, у этих вот броня. Можно и эти, только люди нужны, как там железные. Там вы знали, за что деретесь? Я сам хотел записаться. А за что мы здесь гибнем? Защищать кого? Теса? Мишо ответил не сразу. Сам мучился, чувствовал, какая на нем ответственность. Но ответил уверенно. нет. С этими мы еще рассчитаемся. А здесь наша земля. Видел женщин? Мужья на фронте, как мы. Нельзя уйти. Коммунисты должны подавать пример. И потом скажи откровенно, разве это легко отдать? Я сегодня фрезерный станок видел. Он не договорил, раздался грохот. Первые снаряды опередили рассвет. Еще видны были на бледном небе маленькие расплывчатые звезды. Разрывы показались особенно страшными. Все думали, что начнется с солнцем. Мишо почувствовал холод, подумал роса, но холод шел изнутри. Он ощупал пулемет и сразу успокоился. Четверть часа спустя наступила пауза. Спокойно поднялось солнце, заверещали пулевые птицы, вода стала розовой. Солдаты молчали. Мишо думал о Денизе. Как в Испании он чувствовал тепло ее плеча, соль на губах, слышал запах хвой. «Милая ты моя» так говорил про себя. Вот и конец. Конечно, шутить нельзя, это большое, серьезное, но не страшно, только грустно, что не увидит больше Дениз. Танки подошли к каналу. Все закричало, казалось, даже земля кричит. Оглянувшись, Мишо увидел Фабро, тот разводил руками. «Ленту давай!» И снова пауза. «Сейчас начнут!» Они теперь расположение знают. «Руки коротки!» Мишо смеется. «Я их в Испании видел, любят, когда убегают. А когда так, этого фашисты не любят». «Мишо, неужели удержимся?» «Еще как!» Около девяти часов немцы вторично начали атаку. Наряды крошили злосчастные домики. В трехстах метрах от Мишо стоял сгоревший танк. Налево от картофельного поля это были немецкие мотоциклисты. Их остановили. Тогда снова двинулись танки. Фабро вскрикнул, танки давили раненых, сволочи, звери своих! Наряд убил ротного командира, сержант не выдержал, забрался в погреб. К Мишо подполз Фабр. Никого не слушай, бей! Сколько прошло с того времени несколько минут или час? Грохот! Мишо трясет левой рукой. Кровь! Ползи сюда! Но Мишо не уходит, он не слышит. Ленту давай! Ну, получайте! Полдень высокое торжественное солнце стояло над тихим миром. ни выстрела, ни крик. Даже раненые замолкли, как будто их придушила тишина. Потом раненых положили на грузовики, Мишо перевязали руку. Он отказался уехать. Хоронили мертвых, пили теплую воду, она пахла жестью. Семя овладело изнеможением, как после тяжелой болезни. Хотели улыбнуться и не могли? Постепенно доходило до сознания простая и диковинная вещь. Они отстояли город. Фабр подошел к Мишо, бормочет, молодец, Дон Кихот. Ты кем был в Испании? Лейтенантом. Полковник тебя за это хотел посадить, а я, я сегодня произвел бы тебя в генералы, будь моя воля. Ты, коммунист. Смешная история. Вот вы какие. Фабр вытер глаза и приложился к фляжке с Ромом. Попробую со штабом связаться. Надо их порадовать. Он услышал тот же равнодушный голос. Вчера ему сказали держитесь во что бы то ни стало. Сегодня выслушали и ответили темнотой оставьте город. Он крикнул почему перегруппировка и Фабр бросил трубку выруговца. Генерал? Кишка он, а не генерал. Мишо говорит товарищам изменники сдают страну. Все поняли, знают, молчат. «Прощай фрезерный станок, прощай золотой лев ратуши, прощай милая женщина». В ней синий кофейник, больная мать и затравленные сумасшедшие глаза. Мишо угрюмо шагает по пыльной дороге. Это длинная дорога, и эта дорога отступления. сегодня в полдень среди зноя и тишины ему померещилась победа, и глаза у нее были, как у женщины с кофейником. Прощай, мечта! Субтитры 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 Субтитры